Еще раз добрый день, меня зовут Евгения, я представляю фонд имени Миклуха Маклая. Рада всех приветствовать на конференции в рамках проекта «Россия в регионе Южных морей», который соединит сегодня Россию и Малайзию. Обращаю внимание, что на конференции доступен синхронный перевод с русского на английский язык и наоборот. Его можно выбрать в нижней панели экрана. Также есть подсказки в чате, можно обратиться туда. Сейчас хотела бы представить модератора конференции. Это Николай Николаевич Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института востоковедения Российской академии наук, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Николай Николаевич, передаю вам слово. Да, Евгений, большое спасибо. Всем здравствуйте, друзья. Как я уже до этого успел и смог некоторых поздравить с первым днем весны. Сегодня же 1 марта и хорошее настроение, хорошая погода. В любом случае, сегодня у нас, вот Евгений сказал, научно-популярная конференция. У нас даже более серьезный статус. У нас все-таки научно-практическая конференция. И сегодня мы заслушаем доклады действительно от очень серьезных докладчиков, которых не всегда можно услышать. И для нас большая честь, что сегодня на этой конференции мы сможем услышать абсолютно разносторонние доклады, связывающие, исторически связывающие Россию и Малайзию. Я должен вам сказать, что сам проект родился, именно Россия в регионе Южных морей. Он родился несколько месяцев назад. И вот непосредственно объединил сразу же для подготовки его и Центр изучения Южно-Тихианского региона, который я возглавляю, Российская Академия науки, Институте Востоковения. Подключились, соответственно, и Центр Австралии и Океании, и другие специалисты из нашей ассоциации исследователей Южно-Тихианского региона. В Куалампуре Русский дом нас поддержал, эту инициативу. То есть мы делаем этот проект общими усилиями и при поддержке, кстати говоря, фонда Горчакова, фонда публичной дипломатии. Сегодняшняя наша конференция, она международная научно-практическая конференция, будет говорить о России в регионе Южных морей. Это практика сохранения историко-культурного и научного наследия. Именно это тема нашей конференции сегодня. Мы сможем заслушать каждого из спикеров, мы даем 15 минут для доклада. Если кто-то уложится раньше, это не возбраняется ни в коей мере. И дадим возможность в конце по всем докладам обсудить и сделать какой-то итог нашей конференции. У нас много спикеров, много докладчиков. Расписание мы вам отправили. Я хочу сейчас сразу же сказать, что всем спикерам у нас предоставлен синхронный перевод. Мы говорим рабочий язык, у нас русский. Кто использует английский язык, разумеется, говорит по-английски. Мы сможем это, переключившись сразу же благодаря синхронному переводу, все понять заранее. Благодарю наших переводчиков-синхронистов. Непростая вас ждет сегодня работа. И поэтому не торопитесь во время своих докладов, чтобы можно было действительно перевести их понятно и достоверно. Я хотел бы в первую очередь представить наших почетных гостей и сегодняшних наших почетных гостей, которые действительно будут вести конференцию, которые сделают доклады, которых мы сегодня заслушаем. Это, конечно, нам очень повезло, потому что Наиль Мозгутович Латыпов сегодня представит нам чрезвычайный полномочный посол России в Малайзии. Сегодня выступит с приветственным словом. Светлана Николаевна Ковалева, советник посольства России в Малайзии, руководитель русского дома в Куал-Умпуре. Александр Александрович Балабанов, начальник отдела по связи с международными организациями управления информацией и связи с международными организациями комитета по внешним связям города Санкт-Петербурга. И Юлия Дмитриевна Медведева, создатель онлайн-школы по продвижению в социальных сетях. Полина Викторовна Погодаева, кандидат исторических наук и старший преподаватель русского как иностранного в университете Куал-Умпуре, сертифицированный тренер. Виктор Александрович Погодаев, кандидат исторических наук, старший преподаватель МГИМОИ и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Екатерина Михайловна Астафьева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, ученый-секретарь Центра Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и Института Востоковедения Российской Академии Наук. И исполнительный директор ассоциации исследователей Южно-Океанского региона, при поддержке которой мы и делаем этот проект. София Евгения Палия, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и Института Востоковедения Российской Академии Наук. Ученый-секретарь Ассоциации исследователей Южно-Океанского региона. И Алексей Валерьевич Антошин, доктор исторических наук, профессор кафедры Востоковедения Уральского Федерального Университета. Альмира Загировна Нагимова, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института международных отношений Казанского Приволжского Федерального Университета. Наргиз Сафарова Датук, независимый эксперт по Юго-Восточной Азии, посол по туризму Министерства туризма, искусства и культуры Малайзии. И студенты, группа студентов курса русского языка, русского дома в Куала-Умпуре, Хасина Халим, Хайру Радзуван, Мухаммад Хафиз Осман. И представители технологического университета Мари-Университета Технологии, которые также будут у нас здесь в выступлении. И я тоже выступлю с небольшим докладом, который расскажет о путешествиях, соответственно, исторических путешествиях первых в этот регион, выдающихся путешественниками Кухмака. И я хочу сейчас передать слово. Вот такие спикеры, вы знаете, мне большая честь, что я представляю вас. Такие спикеры сегодня выступят, поэтому в добрый путь. Я хочу представить чрезвычайно полнаучного посла России в Малайзии, Наиль Мозгучий-Атыпов. Большая честь для нас. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые друзья, доброе утро, добрый день. Прежде всего хотел бы я выразить признательность Николаю Николаевичу, фонду сохранения этнокультуры наследия имени Николая Николаевича Миклуха Маклая за приглашение на эту конференцию. Я очень признателен за это. В прошлом году, как вы хорошо, наверное, все помните, мы отмечали 175-летие со дня рождения нашего выдающегося соотечественника. И по этому поводу тоже проводили научно-практическую конференцию. Я хорошо помню содержание этого разговора. Он был и познавательным, и интересным, и конструктивным. И, я думаю, помог нам лучше осознать наследие, которое нам оставил наш великий соотечественник. Я очень признателен, что эта конференция проводится в режиме России и Малайзии. Ну, это, наверное, точнее вам это хорошо понятно, что это не случайно, потому что Николай Николаевич был дважды в Японии, извините, в Малайзии. И, наверное, был одним из первых европейцев, который посетил внутренние районы Малаки. У нас стало огромное научное наследие, этнографическое наследие, которое пользуется, изучается до сих пор и в нашей стране, естественно, и во многих странах, так называемых, Южных морей. Надеемся, что эта работа вами будет продолжаться. В этой связи я бы хотел выразить вам признательность, во-первых, за ту работу, которую ведете, и пожелать вам дальнейших успехов в ней. Вместе с тем я уже говорил, наверное, извините, об этом в прошлом году. Хотел бы еще раз вернуться к этой теме сегодня. Я уже два года в Малайзии. К сожалению, большая часть этого времени все здесь было закрыто и невозможно было куда-то попасть. Но, тем не менее, я все-таки, как-то у меня получилось, я посетил музей в Малаке, этнографический и исторический музей в Малаке. Я был в Центральном музее здесь, в историческом. И, к сожалению, я не увидел экспонатов, которые были бы посвящены Миклуху Маклаю, несмотря на то, что он здесь был дважды. Поэтому я бы еще раз хотел обратиться к вам с призывом все-таки шире использовать возможности, которые есть в Малайзии. И в этой связи хотел бы вас заверить, что и русские дома, и посольство готовы вам оказывать всяческое содействие. Это очень хорошо, что мы занимаемся продвижением его наследия в России, но я считаю, что вот это вот наша важнейшая задача продвигать это наследие здесь, с тем, чтобы наши малайские партнеры понимали и хорошо знали, с чего это начиналось. И очень, наверное, символично, что мы проводим эту конференцию в этом году. Я думаю, что это всем нам ясно и понятно, что именно с Миклуха Маклая начинались российско-малайзийские отношения. В этом году мы отмечаем 55-летие установления дипломатических отношений между уже современной Малайзией и Российской Федерацией. И я искренне надеюсь, что в тех материалах, которые будут посвящены этому юбилею, будут обязательно материалы о Миклуха Маклая. Еще раз хотел бы вас заверить в том, что вашему продвижению в Малайзии посольство будет готово оказывать всю возможную поддержку. Ну и в заключении я хотел бы пожелать вам успехов, новых познавательных презентаций, которые будут помогать вам в вашей научной работе. Спасибо большое и для меня большая честь участвовать в сегодняшней конференции. Спасибо. Большое спасибо за поддержку. И мы, безусловно, будем делиться экспонатами, тем более, что мы создали сейчас онлайн-музей. И вот буквально я знаю, что вышло сейчас, в дальнейшем, я думаю, сегодня в течение дня расскажут в этом докладе, вышла статья об онлайн-музее. И его теперь можно посмотреть некоторые экспонаты. Однако мы, я думаю, что могли бы поделиться действительно этим наследием, передать. Это только укрепит нашу связь. Большое вам спасибо за это пожелание. И я перехожу к следующему спикеру, с которым мы действительно, благодаря которым, фактически, мы технически смогли это все совершить, благодаря которой мы действительно объединяем спикеров из разных стран. Светлана Николаевна Ковалева, советник посольства России в Малайзии, руководитель Русского дома Кула-Лумпури. Пожалуйста, вам слово. Николай Николаевич, огромное спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый Наиль Мозготович. Спасибо большое за добрые слова, за прекрасное представление. Николай Николаевич, сегодня вы мне предоставили возможность говорить о Русском доме. Это то, о чем я могу говорить, мне кажется, долго, убедительно, ярко и красиво. А сегодня я хотела бы вам показать для настроения ряд фотографий, наша работа, наша деятельность, а потом уже пройду по основным направлениям. Секундочку. Именно такая наша задача с самого первого слова произвести впечатление. Центр встречает Русский дом, или как раньше мы называли Российский центр науки и культуры, встречает гостей, малайзийских граждан, наших соотечественников. Мы не только говорим, что это граждане России, это представители русскоязычного сообщества Малайзии. Вот встречаем такой фото зоной, Кремль в тропиках. Всегда рады сделать памятную фотографию, ну и произвести доброе впечатление, потому что Москва, Россия, она, конечно, изменилась за эти годы, и она выглядит очень-очень привлекательно, о чем мы хотим сказать нашей аудитории, нашим гостям. Само по себе, Русский дом – это представительство Россотрудничества в Малайзии, Россотрудничество – это федеральное агентство при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Представительство Русский дом в Куала-Лумпуре занимает двухэтажное здание, вот такова наша территория. Я сразу так аккуратненько еще приглашаю наших российских участников, приезжайте с конференциями, с концертами, с выставками. Мы можем видеть фасад здания, ну и нашу визитную карточку, самую узнаваемую фотографию, самую узнаваемую кадр из нашего дома. Большая часть этого помещения, она предназначена, конечно, под выставочную, концертную и образовательную деятельность. На территории мы видим еще отдельно стоящее здание, оно у нас используется для камерных кинопросмотров и для занятий музыкой. Ну и, конечно же, когда мы говорим про русский дом, создан учебно-методический центр русского языка с богатейшей коллекцией книг не только о русском языке. На русском языке есть большое количество переводов. Я очень рада и видела сегодня среди гостей Виктора Александровича Погодаева, уважаемого нами, востоковеда. Я рада, что большая подборка книг, большая подборка переводов в исполнении Виктора Александровича хранится также в нашей библиотеке и доступна для всех наших гостей, для всех наших посетителей. Ну и понятно, что учебно-методический центр русского языка, который создан на базе русского дома в Куал-Умпуре, это не только здание, не только красивая вывеска и большое количество книг, это еще и место для активной работы. В данном случае мы показали, что это и работа с нашими соотечественниками, и работа с иностранными студентами. Большой интерес, конечно же, привлекает студия «Шахмат». В студии «Шахмат» оформлена выставка, которую предоставила Федерация шахмат России. Ну а недавно, буквально месяц назад, мы провели очень успешное мероприятие. Это был международный шахматный турнир, который привлек внимание более чем 50 участников, 10 стран мира, 50 игроков. Все было очень ярко, широко освещалось СМИ, ну и мы, и участники получили настоящее удовольствие. То, о чем я говорила, двухэтажное здание с прекрасными помещениями для концертной, выставочной деятельности, самые узнаваемые кадры из нашего центра, довольно много фотографий в сети с хэштегом «Студия балета». Прекрасная библиотека, чистая, аккуратная, привлекательная. Это учебно-методический центр русского языка. Я говорила о том, что на базе учебно-методического центра проводятся занятия. Это и занятия с нашими иностранными студентами, которые изучают русский язык. Как правило, это и молодые люди, они изучают для досуга, для работы. Причины интереса к русскому языку довольно широки. Я думаю, что сегодня также в докладах это будет озвучено. И наши маленькие, наши подрастающие поколения здесь, в Малайзии, русскоязычное сообщество уделяет большого внимания вопросу сохранения русского языка среди деток. Большая подборка книг, большое количество образовательных программ. Все этому способствует, нет никаких барьеров. Наши мамы, мы всегда хвалим родителей, поддерживаем их постоянную, каждодневную работу, чтобы у детей сохранялся хороший уровень языка. Шахматный класс. Это наше учебно-игровое пространство для деток, для дошкольников в большей степени. Мы очень им гордимся. Оно деткам доставляет настоящее удовольствие. Занятия со студентами иностранными гражданами, занятия русского языка как иностранного. И хотела бы я обратить внимание на то, на что обращаю при удобном случае. Это то, что на территории Русского дома расположен единственный в Юго-Восточной Азии монумент, посвященный Великой Победе. Это действительно очень важно для нас. В течение года мы проводим памятные мероприятия, возлагаем цветы. Это не только День Победы. Все основные даты Великой Отечественной войны мы проводим, собираясь около монумента с отечественниками, с иностранными гражданами. Я очень рада, что был заложен сад памяти. Это интересная история. У нее есть и прекрасное начало, и прекрасное интересное продолжение. Я надеюсь, что в будущем мы даже соберем урожай грецких орехов, о чем я вам сейчас расскажу. Это сад памяти. Интересная российская инициатива. Первое дерево, вот это, центральное дерево, оно было заложено два года назад. А в прошлом году, в 2021 году, посол Киргизии в Малайзии, по его словам, самостоятельно прорастил из вот такого грецкого ореха саженцы и предоставил посольству России в Малайзии. Для нас, конечно же, это была большая миссия. Я могу сказать, что сегодня у меня доклад все-таки он такого культурно-гуманитарного характера. Но в данном случае мы уже год боремся за живучесть этих саженцев и ставим эксперимент, приживется ли грецкий орех под очень ярким тропическим солнцем в Малайзии. Надеюсь, что мы соберем наш урожай. Это, конечно, легенда, это, конечно, интересная задумка. Мы действительно нашим коллективом пытаемся сделать все, чтобы сад памяти, как и наша память о Великой Отечественной войне, чтобы он сохранял жизнь, укреплялся. В данном случае наша реальная работа, наш практический вклад. На территории нашего дома была создана вот такая яркая композиция, как принято сейчас говорить, мюрал или граффити. Это то, что привлекает внимание, конечно, детей и молодежи. Это такая интересная локация. И на карте не только Куала-Лумпура в Малайзии довольно интересно. Мы видим изображение, портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина и первого космонавта, все же космонавта, Малайзии, да то шейха Музафара Шукора. Очень была яркая церемония открытия. Она, конечно же, была приурочена к 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос, и первого полета человека в космос. Но эта фотография, фотография с церемонией открытия именно граффити, она облетела довольно много средств массовой информации. И еще на территории, то, о чем я также хотела бы сказать, установлен. Видно, да? Бюст. Это единственный монумент, посвященный российскому деятелю культуры. В данном случае мы видим бюст Михаила Юрьевича Лермонтова, опять же наших малышей. Видно, да, Евгения? Вы меня так... Да, да, все верно. Все, вижу, да, аккуратненько ассистируйте мне. Ну и сейчас, если вы посмотрите, я хотела бы все-таки обратить внимание на то, что деятельность Русского дома в Кула-Умпуре, она, как я, довольно просто, конечно, для того, чтобы объяснить, говорю, что она носит... Состоит из двух частей. Это то, что вы сегодня видели, да, все очень ярко, красочно, то, что ориентировано на аудиторию. И большая работа, которая проводится и с документами по ряду важных направлений. А та работа, которую зачастую для не сотрудника Русского дома, для того, кто приходит, посещает центр, эта работа не видна. Хотелось бы, конечно, отметить, что договор на правовой базе двустороннего сотрудничества между Россией и Малайзией является соглашением об установлении дипломатических отношений от 1967 года. И, конечно, этот год, в течение всего этого года, все мероприятия, они будут переурочены в 50-летие установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией. Ну и, конечно же, я не могу не упомянуть соглашение о культурном сотрудничестве 1972 года. Также хотелось бы отметить, что в настоящее время мы наблюдаем вместе с моими коллегами по посольству, как ряд профильных министерств и ведомств и с российской стороны, и с малайзийской прорабатывают вопрос о, ну, в данном случае пока идет согласование статуса, содержания ряда нормативно-правовых документов. И мы надеемся с моими коллегами, что если это будет сделано, если и, может быть, в год 55-летие установления дипотношений согласования процедуры завершится, и появятся документы конкретные, то, конечно же, это активизирует сотрудничество и в области образования, и в области науки, культуры, искусства и даже туризма. Это очень для нас важно. Мы ожидаем прорывных действий, решительных шагов от профильных министерств с двух сторон. Преподавание русского языка. Конечно, фотографии я вам показала. Вкратце рассказала, что это и преподавание образовательной программы для русскоязычного сообщества, для детей-соотечественников, программы русского языка как иностранного. Это довольно важная задача для нашего центра. Я говорила о том, что на базе Русского дома создан учебно-методический центр русского языка, функционируют курсы русского языка как иностранного, проводится большое количество мероприятий по популяризации литературного наследия России. А вот еще то, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это интернет-проект. Я знаю, что и Николай Николаевич, он довольно часто обратную связь дает мне и поддерживает, говорит, что этот проект привлекает внимание. Интернет-проект русского дома «Let's study Russian». Давайте учить русский. Делаем мы каждый день 30-секундные короткие ролики. Я видела среди участников нашей конференции педагога Татьяну Сергеевну Винокурову, которая мне помогает, лицо нашего центра, лицо русского языка в Малайзии. Каждый день в Фейсбуке, в Инстаграме мы публикуем в хорошем качестве короткие видеоролики, где мы не только даем новую лексику, рассказываем какие-то стилистические особенности, очень интересные. Если выпуск выпадает на знаменательную дату нашего календаря, то, конечно, мы используем эту возможность и говорим про День защитника Отечества. Вот сейчас мы будем готовить ролик, конечно же, и по Масленице, и ко Дню Ма, к Международному женскому дню, дню 8 марта. Очень интересный проект, мы им гордимся. Запустили мы его в конце июля 2021 года. Проект до сих пор продолжается, мы пытаемся его усовершенствовать. Я думаю, что на этот год мы, если нас поддержат иностранные студенты, которые сегодня также принимают участие в нашей конференции, мы сделаем, как принято говорить, в модной молодежной среде апгрейд. Мы его усложним и привлечем наравне с педагогом конкретного гражданина, который будет пытаться повторить, будем вовлекать иностранных граждан, и покажем, что изучение русского языка это не так сложно, что те стереотипы даже о сложности алфавита русского языка, что это все уже лежит в плоскости стереотипного мышления. И, конечно, любой иностранный язык, он требует большой работы. Русский язык, он не сложнее, чем многие иностранные языки. Проект интересен тем, что мы используем собственный хэштег, можно посмотреть количество публикаций, можно посмотреть статистику, а статистика, она действительно впечатляет. Мы подвели итог на конец 2021 года, посмотрели, что в Фейсбуке, в Инстаграме общее количество просмотров порядка 30 тысяч, то есть в равной степени обычный пост набирает порядка 15 тысяч просмотров, набрал по итогу 2021 года. А вот интересная форма опции в Инстаграме, а сегодня мы будем говорить и про СММ-продвижение в соцсетях благодаря нашей соотечественнице Юлии Медведевой. Так вот, Reels, новая опция в Инстаграме, она появилась сравнительно недавно, она стала нам доступна сравнительно недавно. Вот там, конечно, статистика, она заставляет задуматься. Это за полгода 36 тысяч просмотров. Это привлекает внимание, это в первую очередь и к деятельности Русского дома, и к изучению русского языка. Ну и по итогам года, благодаря, возможно, и этому проекту, мы выявили, что у нас был прирост количества студентов на 40%, что, конечно же, на фоне того, что особая реклама курсом русского языка не делалась, я полагаю, что это результаты реализации проекта «Давайте учить русский язык». Кроме этого, мы ежемесячно проводим открытые онлайн-уроки по русскому языку. В прошлом году их было 10, они были посвящены разным темам, и Всемирному дню театра, и, конечно же, Дню победы советского народа Великой Отечественной войне, Дню рождения Пушкина, урок, посвященный творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, урок на тему русский язык, первый язык общения в космосе, а также русский язык физики. Этот урок мы делали совместно с Томским государственным университетом, и мы их благодарим за сотрудничество. В работе с детками русскоязычного сообщества Малайзии в период ограничительных мер из-за пандемии ковида мы концентрировали наше внимание на дистанционных форумах, я имею в виду онлайн-занятия, а также подготовили на летний период интересный видеопроект. Это было 10 выпусков, где, опять же, наш педагог, опытный педагог, дипломированный специалист пыталась привлечь наших ребят к чтению и рассказывала, читала, привлекала внимание к программе по списку литературы, рекомендованной для самостоятельного чтения школьниками в период летних каникул. Второе важное направление, которому мы уделяем большое внимание, это, конечно же, продвижение образования в Малайзии. Я хотела бы сказать, что медицинские программы и программы технического характера, они в Малайзии требуют определенной аккредитации. Существует два профильных совета, это Малайзийский медицинский совет и Малайзийский совет инженеров. Вот в настоящее время аккредитованы 5 медицинских программ и 11 технических программ. То есть через эти советы аккредитованы 5 медицинских российских программ и 11 технических российских программ. Мы проанализировали И, конечно, на фоне того, что в России функционирует 51 медицинский вуз, 5 аккредитованных программ, по нашему мнению, является недостаточным. И сегодня мы знаем, что есть представители академической среды. Мы очень хотели бы, чтобы эти инициативы, эти решения, инициативы исходили. И работа по увеличению количества аккредитованных программ, она осуществлялась. И, как мы уже говорили, мы готовы оказать максимально возможную поддержку. Важно также отметить, что работа по этому направлению, если мы говорим про образование, науку, она строится с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках первого заседания совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В протоколе заседания этой комиссии были зафиксированы конкретные шаги, конкретные рекомендации по активизации двустороннего сотрудничества. И мы очень рады, что если Министерству образования было поручено увеличить квоту на прием малайзийских кандидатов для обучения, бесплатного обучения в российских вузах, то она была сразу увеличена в три раза. Эта работа, конечно, нас впечатляет. Мы принимаем участие в первом этапе отбора кандидатов на обучение. Ну вот мы уже на второй учебный год подряд мы набираем не 10 студентов, 10 кандидатов от Малайзии, а 30, чему тоже очень рады. Надеемся, что и наши студенты обратят внимание, что это не только бакалавриат, магистратура. Мы говорим, конечно же, и про постуниверситетские уровни образования, про летние школы, краткосрочные курсы. Рады, что в конце 2020 года и в начале 2021 года завершилась процедура оформления регистрации ассоциаций выпускников российских вузов. Это в данном случае как общественное объединение Малайзии. Мы неоднократно приглашали представителей ассоциации. Мне жаль, что сегодня мы не видим первых лиц ассоциации, но это действительно рабочее время. Наши выпускники, если бы мы, может быть, сместили время начала конференции, они имели бы возможность присоединиться. Но мы всегда пользуемся их поддержкой, при возможности они принимают участие. И мы такой опыт и поощряем, и я думаю, что в будущем будем иметь такую возможность с ними еще раз обсудить ряд вопросов. То, что касается достижений российской науки. Конечно, в данном случае представительство Россотрудничества, Русский дом в Куалампуре. В первую очередь мы освещаем мероприятия, российские инициативы по данному направлению, используя наши социальные сети. И одновременно с этим реализуем собственные программы, которые мы готовим в сотрудничестве с малозийскими профильными организациями. Сегодня был, я надеюсь, что сегодня вы смогли увидеть этот прекрасный граффити, очень ярко. Оно было сделано как раз для празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Это было большое мероприятие, очень резонансное. Мы его готовили вместе с госкорпорацией Роскосмос при участии национального планетария Малайзии. В церемонии открытия мы видим, что принял участие чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Малайзии. Найли Мазготович Латыпов, космонавт Малайзии, первый космонавт Дату Шейх Музафар Шукор. И на видеоконференц-связи мы имели возможность пообщаться с героем России Юрием Маленченко. С российским космонавтом. Важно также отметить, и я искренне рада произнести именно эту фразу, что мы с большим интересом поддерживаем, популяризируем имена наших ученых в Малайзии. Я очень благодарна Виктору Александровичу, который регулярно, еженедельно публикует в одном из англоязычных изданий свои статьи о своем опыте преподавания русского языка в Малайзии, интересные страницы своей жизни. Но одновременно с этим мы установили отношения и пытаемся сделать более популярным работу кафедры стран Юго-Восточной Азии, Монголии и Кореи, Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Сегодня я не вижу, к сожалению, среди участников заведующую кафедрой российского востоковеда, ведущего специалиста по литературе Индонезии и Малайзии Евгению Сергеевну Кукушкину, но заочно. Я надеюсь, что она разрешила бы мне такую ремарку. Я хотела бы сказать, что в течение прошлого года она довольно активно принимала участие во многих онлайн мероприятиях. Мы проводили их со многими университетами, кампусы которых располагались в разных штатах, даже в штате Саравак. И, конечно, читать комментарии в момент выступления наших специалистов, что, о, как прекрасно она говорит по-малайски, лучше, чем я. Это, конечно, на уровне анекдота, но это очень приятно. И это в конечном итоге удивляет, приятно удивляет малайзийских граждан об уровне владения малайским языком российскими специалистами. Таким образом это поднимает авторитет российскому лоистике. Ну и как конечный результат, это ведет, я могу сказать, что каждое наше мероприятие с Евгением Сергеевной заканчивалось, если мы говорим про то, что это был университет в качестве партнера, оно заканчивалось предложением. А давайте мы подпишем меморандум и начнем уже системное сотрудничество. Ну и, в принципе, месяц назад один из таких меморандумов был подписан благодаря работе Евгении Сергеевны. Если вы позволите, я понимаю, что, наверное, регламент мой уже давно истек. Это не вся информация, конечно же, это только штрихами, наметки. Мне очень хотелось показать нашу практическую работу, яркие фотографии, впечатлить вас, быстренько пробежаться по части из наших основных задач. Николай Николаевич, с большим уважением относясь к вам, с большим уважением относясь к каждому из наших участников. Позвольте передать слово следующему спикеру, принять участие в обсуждениях после всех докладов. Спасибо большое за ваше внимание. Федор Николаевна, огромное вам спасибо. Действительно, безумно интересная и прекрасная презентация, потому что вот наглядно, когда ты видишь, это, конечно, огромная работа. Ну и я должен сказать, что обращайте внимание на хэштег, если вы сейчас скинете в диалоге хэштег, которым вы пользуетесь, для того, чтобы мы могли посмотреть, это действительно потрясающе интереснейшая работа, и я думаю, что будет примером хорошим для всех нас. Я хочу сейчас передать слово, приветственное слово от Комитета по внешним связям, нам сегодня повезло, Александр Александрович Балабанов, начальник отдела по связям с международными организациями управления информацией и связям с международными организациями, как я уже сказал, Комитет по внешним связям. Если мы помним, то в нашей конференции говорится о том, что важны исторические связи. Вот все важные экспедиции начинались из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что Москва, конечно же, сейчас наша столица, но именно столица всех путешественников и экспедиций начиналась из Санкт-Петербурга, из Кронштадта. Поэтому для нас большая честь, что Александр Александрович сейчас выступит от Комитета. Здесь несколько слов для нас скажет. Вам слово, Александр Александрович. Спасибо, Николай Николаевич. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я рад всех приветствовать. Для нас очень важно, что мы выступили в качестве сорганизаторов этой конференции. К сожалению, сейчас не председатель, не заместитель председателя Вячеслава Геннадьевича Холганов не смогли присутствовать. Но передает всем огромный привет. И я скажу пару слов о том, что эта конференция очень важна, особенно в год 55-летия дипломатических отношений между Россией и Малайзией. И в следующий год, после празднения 175-летия со дня рождения Николая Николаевича Николова Маклая, хочу сказать, что мы с фондом Николая Николаевича Николова Маклая давно и уже плодотворно сотрудничаем. В прошлом году провели ряд значимых и важных для нашего города мероприятий. В том числе впервые прошли дни Попуановой Гвинеи в Санкт-Петербурге. В прошлом году прошло еще ряд значимых и заметных мероприятий. Мы отдельно хотим поблагодарить за передачу в фонд библиотеки Смольного издания шеститомника Николая Николаевича Николова Маклая, которое совсем недавно прошло. И также хотел отметить, что несмотря на то, что все экспедиции начинались в Санкт-Петербурге, только в прошлом году, но, к счастью, уже в прошлом году на карте Санкт-Петербурга и наконец появилось имя замечательного путешественника в декабре прошлого года. Набережной было присвоено его имя, безымянному набережной на Васильевском острове. И теперь каждый проходящий мимо сможет отдать дань памяти его великим делам, его открытиям и вспомнить о том, что он сделал. Я хочу пожелать всем участникам конференции отличных дискуссий и интересных докладов. И надеюсь, что это не последнее, уверен, что это не последнее наше совместное мероприятие. И мы еще продолжим развивать отношения и с Малайзией, и со всеми другими странами региона. Спасибо. Николай Николаевич, вас не слышно. Спасибо большое, Александр Александрович. И я напомню, что Комитет по внешним связям действительно сотрудничает и оказывает поддержку всесторонней, начиная от культурной сферы, бизнес-сферы. И в этом плане, конечно, большое спасибо за это. Возможно, это будет интересно и нашим партнерам, участникам конференции. Я хочу перейти к следующему спикеру, Поле Софии Евгеньевны, кандидат исторических наук. Сегодня она выступит с докладом «Россия в регионе Южных морей. Обзор основных экспедиций в XIX веке. Их научно-практические значения». Интереснейшая тема, господа. Поэтому, София Евгеньевна, вам слово. Здравствуйте всем участникам. Огромное спасибо. Большая честь участвовать в этой конференции. И постараюсь я сейчас очень кратко... Если сейчас видно мою презентацию? Да, все в порядке. Спасибо. Очень кратко, так скажем, пробежаться по основным моментам, которые случились у нас 220 лет тому назад. И почему они важны именно сегодня. Тема посвящена основным научным экспедициям в Южных морях. Что такое Южные моря? 220 лет тому назад Южные моря было названием Тихого океана. То есть в России Тихий океан назывался Южные моря. Почему Южные? Потому что... Сейчас увидим это на карте. И начнем с человека, величайшего человека в истории России, который начал осваивать Южные моря. Он стал первым, кто оказался в этих самых Южных морях. Это Иван Пёдорович Крузенштерн. Так как его родители были с корнями немецкими, то на английском языке он у нас... Эдам Джохан пон Крузенштерн звучит. Адмиралом он стал 74 года, совсем незадолго до своей смерти. Он прожил 76 лет. Мы видим, что он очень статный, очень у него прямая спина. Он человек целеустремленный. И на самом деле он был очень спортивный. Каждый день занимался спортом. И сейчас в наши дни Балтийский флот, на Балтийском море, в день Балтийского флота, профессиональный праздник у моряков. И они празднуют праздник тем, что занимаются спортом. И кто больше поднимет вот эти тяжелые железные предметы, спортивные гири, тот станет победителем и получит всякие разные почисти. И они копируют Крузенштерна в этом замечательном начинании. То есть такой популярный человек 220 лет тому назад он совершил свое плавание. И с тех пор его очень любят и очень почитают. Это маршрут первого плавания Крузенштерна. Он отправился через Латинскую Америку как раз вот сюда, в Южные моря. И стал первым российским человеком, который что сделал? В чем его главное достижение? Цель его экспедиции была наладить торговлю между российской территорией вот здесь, китайским кантоном. Это сейчас Буанчжоу, город в Китае. И раньше это город был огромного торгового значения. Дело в том, что торговля раньше делалась по территории России и занимала два года. А плавание Крузенштерна позволило проложить морской маршрут, который занял всего четыре месяца. И дальше из Буанчжоу. И сейчас бы мы сказали, что это торговая биржа, как Пекинская биржа или Лондонская биржа или Нью-Йоркская биржа. То есть это на самом деле был огромный город огромного значения. Поэтому Крузенштерн сделал очень большой вклад в торговлю России и в ускорение этой торговли. Сюда шел чай из кантона, из китайского. К нам сюда, в Санкт-Петербург, он был столицей России тогда шел чай. Вот поэтому личность Крузенштерна важна. Какое практическое значение имеет его экспедиции сегодня? В 2013 году было совершено плавание после дам Крузенштерна. По маршруту Крузенштерна отправилось научно-популярное судно-корабль с съемочной группой на борту. И снимали возможные остатки экспедиции Крузенштерна. И нашли удивительный факт. На Маркистских островах, где побывал Иван Федорович Крузенштерн, художник его экспедиции нарисовал татуировки. А жители Маркистских островов своей собственной татуировки забыли за последние сто лет, потому что туда пришли миссионеры европейские и сказали, что татуировки нельзя рисовать больше, потому что религия не позволяет. Бог сделал тело чистым, и нельзя его ничем портить. Это тело. То есть нельзя рисовать на теле, потому что Богу это не нравится. Но в 1950-х годах началось возрождение традиций на Маркистских островах, очень мощное. И местные жители очень любят сегодня покрывать себя татуировками. И откуда берут они свои же собственные татуировки, если они были запрещены на протяжении почти ста лет. То есть они были забыты, и их удалось восстановить как раз по рисункам Ивана Федоровича Крузенштерна. Вот такое практическое значение его экспедиции имеют до сих пор. В Санкт-Петербурге стоит его памятник. Памятник поставили через сто лет после его рождения или через 34 года после его смерти. Мы видим этого человека. Этот человек потомок Крузенштерна. Его фамилия сейчас тоже Крузенштерн. И этот человек занимается сохранением памяти Ивана Федоровича Крузенштерна. И живет он тоже в Санкт-Петербурге. И он участвовал в создании выставки, которая прошла в наши годы. С 2020 по 2022 год длилась выставка, посвященная плаванию Ивана Федоровича Крузенштерна. Плавание было в 1803-1806 годах, а выставка еще посвящена 250-летию со дня его рождения. На выставке были выставлены вещи Крузенштерна, портреты его учителей, его друзей, его команды корабля, которые совершили это замечательное плавание. И очень интересный экспонат. Я его лично увидела, сфотографировала. И вот вам сейчас представляю этот экспонат. Это замечательная книга, которую Иван Федорович, когда был в Малайзии, современный, когда он был в Малайе, еще до кругосветного плавания, он плавал с английским флотом, и с англичанами он заходил в разные порты, в том числе он очень заинтересовался в Малайе вот этой замечательной книгой. Попросил ее скопировать и привез ее в Санкт-Петербург, где ее взяла себе Академия наук. И позже оказалось, что это замечательная книга, это история Малайи до прихода европейцев. То есть это очень ценная вещь. Сейчас она в научном мире пользуется очень большим авторитетом и спросом. Вот какое практическое значение имеет экспедиция Грозенштерна в наши дни. Дальше в Южное море отправился его племянник Отто Коцебул, который создал карты маршаловых островов. The Marshall Islands государство, которое сейчас существует на карту положил острова. Вот этот человек, он их открыл, он их положил на карту. И в микронезии, в дальнейшем, он еще открыл остров Бикини. Мы знаем купальник Бикини, а купальник свое имя получил по ядерным американским взрывам, которые они провели как раз на острове Бикини, который открыл Коцебул. Бикини это местное название, а изначально он остров назвал островом Эсшольца. Эсшольц это был его друг и врач на его корабле. И если сюда посмотрим, на маршруты племянника Грозенштерна, Коцебул, то увидим, что здесь он исследовал очень большую территорию. Далее мы видим достижения, которые были сделаны. Не будем подробно перечислять научные достижения, которые были сделаны экспедиции Коцебу. Скажу лишь одно, что на корабле вместе с Коцебу был физик, будущий знаменитый российский физик, а тогда это был студент, ему было 19 лет, и он уже сделал свое первое открытие на борту корабля Коцебул. Он придумал батометр. Это такое устройство, я бы сказала, что это термос. Его погружают на большую глубину, берут воду, поднимают, и температура воды именно та, которая была на той самой глубине воды. То есть для науки это был большой-большой прорыв и достижение научное. Далее у нас в экспедицию в научную отправился Василий Михайлович Головнин. Головнин исследовал Курилы, и он дал Курильским островам названия, которые дают именно местные жители. То есть если Коцебу половину островов назвал русскими названиями, то Головнин старался острова называть названиями местных жителей. для того, чтобы на картах не было потом путаницы никакой, потому что каждая страна может назвать остров по-своему, и лучше всего назвать остров так, как он называется, людьми, которые на нем живут. Тогда на картах не будет путаницы, и будет отдано уважение людям, которые живут на этих островах, и которые дали островам эти имена. Таким образом, этот человек впервые сделал карту Курильских островов и дал те названия, которые сегодня мы видим на карте Курильских островов. Кстати, что касается Ивана Федоровича Крузенштерна, то он дал название государству, которое находится примерно вот здесь, острова Кука. Джеймс Кук открыл эти острова, и Крузенштерн назвал эти острова острова Кука, и сейчас там находится государство, почти государство, оно ассоциировано, находится в ассоциации с Новой Зеландией. Ну, как бы это новозеландская территория, и в то же время это отдельное такое автономное государственное образование. Вот, опять же, практическое значение экспедиции Крузенштерна и его роли в истории и даже названии современных государственных территорий. Опять вернемся к Василию Гуловнину. Интересно было то, что он впервые в истории описал остров Танна научно. Он описал вулкан, который начал извергаться как раз, когда он прибыл на остров, чем очень удивил и Головнина, и команду Головнина. И впервые он описал музыкальные инструменты местных жителей. Белоназийцы более темного цвета, чем микроназийцы или полиназийцы. У меланазийцев есть особенные духовые инструменты. Они используются даже сейчас, никаких изменений за 150 лет не произошло, за 200 последних лет. И таким образом, как он их описал, так эти инструменты используются сегодня. Что случилось с Головниным по ходу его путешествий? Когда он изучал Курильские острова и создавал карту Курильских островов для научных целей, он был взят в плен на Курильском острове Кунаши. Дело в том, что раньше японцы убивали пленных, но Головнин был спасен. И спасен он был японским торговцем, который очень знаменит в Японии, потому что этот японский торговец, он занимался экономикой острова Хоккайдо. То есть он осваивал остров Хоккайдо, развивал остров Хоккайдо. Его зовут Акадая Кахей, и он спас Головнина из плена. И поэтому в Японии стоит памятник, посвященный русско-японской дружбе. Другой памятник Василию Головнину, российскому мореплавателю замечательному, установлен как раз в Вануату. Это тот самый остров Танна, который он исследовал в Вануату в Меланезе. И сейчас в столице Вануату стоит памятник, его помог поставить человек с русскими корнями, который прожил Вануату всю свою жизнь, он художник, и доставлял свои картины в СССР в 1980-х годах. Таким образом, память об этом мореплавателе сохраняется и в Японии, и в Вануату. Это за пределами России. Наконец, очень интересный мореплаватю, практическое значение его научной экспедиции имеет следующее. Он открыл места, которые сейчас являются достопримечательностями федеративных штатов микронезии. государство от микронезии независимое, совершенно независимое. Оно связано с США, но независимое. Там существуют подводные интересные города, непонятно, когда они были построены, кем, почему, потому что местные жители, к сожалению, не помнят. Нет письменности, и, соответственно, следовательно, невозможно узнать, кто и когда и зачем построили эти города. И Федор Петрович Литке, который тоже был с немецкими корнями, поэтому он по-английски звучит как Фридрих Бенджамин фон Литке. Этот человек, он как раз благодаря ему сегодня у нас туристы приходят в микронезию, и поэтому федеративные штаты микронезии создали музей, и в том числе онлайн можно увидеть картины, которые нарисовал художник из экспедиции Литке фон Литке. На этих картинах, которые были созданы в 1820-х годах, перерисованы книги в 1830-х годах, и художник, который был в экспедиции этого мореплавателя, создал картину, где мы видим как раз эти каменные развалины, которые открыл Литке. Таким образом музей сохраняет память о нем сегодня, и где плавал Литке, мы видим вот здесь Каролинские острова, здесь были самые-самые непонятные карты. Каждая страна называла острова по-своему, каждая страна рисовала острова немножечко с ошибками, поэтому здесь европейские мореплаватели почти не плавали, потому что они не понимали, где находятся эти острова. И, наконец, этот наш российский мореплаватель Литке сделал карту Каролинских островов точно. Здесь перечислены все научные достижения. Самое интересное достижение состояло в том, что он измерил настоящую форму Земли. Земля не шар, не круглый шар, она на самом деле овальная. И Литке первым в истории науки физики, он был замечательный физик, и, кстати, он был еще и астроном, и математик, и этот мореплаватель, ученый, он измерил настоящую форму Земли. Вот в чем практический смысл его экспедиции сегодня. Он был награжден премией, он стал президентом Академии наук в России, и он создал русское биографическое общество. Это очень уважаемая организация в наши дни. И вот еще одно практическое значение экспедиции из Гниг и Литке. И, наконец, в 1820 году состоялось открытие Антарктиды российскими мореплавателями Беренсгаузеном и Лазаревом. Беренсгаузен имеет немецкие корни, как мы видим, опять же, фон Беренсхаузен, и Лазарев, его совершенно российский абсолютно второй капитан, который тоже у нас прославился во многих других потом мероприятиях. И, таким образом, мы все знаем, шестой континент Земли был открыт вот этими людьми. В память об их плавании мы видим остров Восток в составе государства Кирибати. Этот остров Восток был назван по названию корабля Восток. Восток означает Ист. Восток по-английски Ист. Так назывался корабль Беренсгаузен. Поэтому этот остров носит название и он сейчас охраняется потому что для природы там нет людей он необитаемый но он создан как бы природой для птиц и имеет важное значение в государстве Кирибати. Следующий слайд мы видим памятники Беренсгаузену в России праздновали 200-летие открытия Антарктиды и поэтому примерно в годы его кругосветного плавания этого капитана Беренсгаузена были установлены памятники в 2021 году в Бразилии и еще в 2016 году в Уроквайе в Санкт-Петербурге памятник был поставлен через 50 лет после открытия Антарктиды в 1870 году в честь этого события. И памятник есть на российской станции в Антарктиде станции называется Беренсгаузен и там установлен памятник Беренсгаузену тоже. Вот такой интересный знаменитый человек. Зачем нужны были все эти научные экспедиции Крузенштерна? Крузенштерн создал Атлас Атлас он создал после основных научных экспедиций. Головним нарисовал на карте Курильские острова сам Крузенштерн нарисовал части японских островов когда он был своим первым кругосветным плаванием и на японские острова он привез первого посла к истории России Николая Петровича Рязанова это был первый контакт государственного уровня официальный не совсем первый но очень яркий в любом случае очень яркий контакт между японской дипломатической стороной и российской дипломатической стороной в этом тоже есть историческая память о Крузенштерне Крузенштерн собрал карты Каролинских островов которые сделал Витке Маршаллов островов которые сделал его племянник Отто Коцебул и взял карту Беренцгаузена и создал карту Южного моря то есть всего Тихого океана и Атлас был очень точно его этот Атлас использовали капитаны всего мира Атлас был переведен на французский язык на немецкий язык на английский язык и таким образом капитаны которые европейские плавали по Тихому океану они всегда говорили что спасибо большое Ивану Крузенштерну за его замечательный Атлас Атлас использовался на протяжении 80 целых лет Атлас был почему еще популярен потому что в нем были рисунки береговых рельефов для того чтобы капитаны точно знали что это тот самый остров который они видят также там была указана температура которая была в разные времена года на этих островах были названы народы которые там жили местное название острова и было даже описание местных жителей их внешний вид и их культурные особенности и конечно же экспедиция самая пожалуй важная Николай Николаевич Миклуха Маклая который служил образцом для подражания для целого целых четырех поколений советских людей советские люди очень любили Миклуха Маклая который побывал в Папу Новогрине он исследовал океанию исследовал Малайзию он провел большие исследования по изучению человеческого тела для того чтобы доказать что человеческое тело везде одинаково не важно какая раса у человека не важно какого он пола женского или мужского мозг и функции организма у всех одинаковые и все люди братья он был грандиозный гуманист он был ученый не только ученый практик но и философ получается так и мы видим плакат который был это изображение это плакат который висел в квартирах советских людей этот плакат был в школах в библиотеках после выхода на советские экраны первого хорошего фильма о Миклуха Маклая фильм был о том как Миклуха Маклая защищает права местного населения в Папу Новых Луни от европейских колонизаторов старается спасти этих людей от разрушительного действия европейской цивилизации потому что рабство и прочее он все это видел ему было очень больно за те народы которые он изучал вот схема его плавания то есть мы видим что ученый он очень большого уровня еще он был прекрасный художник он сам рисовал похоже на фотографии то есть такого качества рисунки они сделали тоже знаменитым популярным на всю Россию на всю Европу это был ученый мирового уровня вот место где он работал в Папу Нового Петербурга я там была очень красивое место все туда приезжайте потому что там музей Миклуха Маклая есть где собрана его коллекция удивительных вещей которые привез из Папу Нового Перемии в 1880 годах в чем его практическое значение сейчас огромное значение в любых направлениях в том что даже мы конференцию создали благодаря Миклуху Маклаю ученому из 19 века благодаря его потомку нашему современнику дорогому Николаю Николаевичу Миклуху Маклаю что касается ученого 19 века Миклуха Маклая он проплывал мимо острова Пасхи мы знаем остров Пасхи это знаменитейший остров он знаменит еще потому что у него на этом острове так получилось была экологическая катастрофа потом была гуманитарная катастрофа когда в рабство взяли почти всех жителей увезли в Чили испанцы и так далее и Миклуха Маклай успел зарисовать настоящих настоящих жителей не смешанных с чилийцами не смешанных ни с какой другой расой вот как выглядели настоящие рапануицы рапануи это еще одно название остров Пасхи остров Пасхи европейское название рапануи местное название и заслуга Миклуха Маклая в том что ему удалось приобрести две таблички с письменностью острова Пасхи остров Пасхи знаменит тем что на острове Пасхи сохранилась письменность в океане на самом деле нет письменности и не было а на острове Пасхи почему-то была и Миклуха Маклай взял эти две таблички привез их в Санкт-Петербург и написал статью которую опубликовали в Европе и он стал очень популярен ему тогда было всего 25 лет и в 25 лет он доказал что это именно письменность потому что некоторые европейские ученые считали что это просто картинка это не письменность заслуга Миклуха Маклая в том что он говорил всему миру о том что надо уважать культуры других народов и надо сохранять эту культуру сейчас в мире всего 25 таких табличек всего 25 и две таблички благодаря Миклуха Маклая находятся в Санкт-Петербурге в музее номер один в России в фонд-камере и там они хранятся эти две таблички благодаря Миклуха Маклая это самые ценные предметы на планете Земля на самом деле по стоимости и по культурной стоимости и сегодня мы видим эту табличку вот так она выглядит это директор справа культ-камеры в музее номер один в России и слева мы видим нашего дорогого Николая Николаевича Михлуха Маклая в процессе съемки документального фильма о приключениях Михлуха Маклая из 19 века фильм снимался в 2020 году и я рекомендую его всем посмотреть это очень-очень интересный фильм документальный и спасибо огромное за внимание всем и почему я эту картинку показываю потому что у российских мореплавателей обычно как правило в 99% случаев складывались прекрасные отношения с островитянами океании и таким образом огромное спасибо я не знаю видно ли меня сейчас Софья Евгеньевна вас видно большое спасибо за этот великолепный обзор потому что фактически сегодняшняя конференция она посвящена нашим историческим корням исследования этого региона хотелось сказать что вот книга на 300 страниц посвященный Вяну Федоровичу Крузенштерну и выставке которая была у нас в музее тоже номер один в Москве который исторический музей то есть память о нем сохраняется он играет огромный роль сегодня вот в чем практическая значимость всех наших экспедиций спасибо за внимание да большое спасибо ну действительно так получается что если мы знаем свою историю и фактически исследуем то что было ранее мы можем во-первых познакомить коренных жителей с их историей мы видели на примере татуировок мы видим на примере этих таблич кстати письменность которые расшифровали вон с камерой была серьезнейшая работа и что там было написано все-таки и секретов где лежал клад не было написано София Евгеньевна к сожалению но не имеет значения в данном случае однако эти путешествия они увлекательны и интересны безусловно еще и потому что помимо научного практического значения которое безусловно очень ценно они несут еще и хорошую добрую память России которая действительно изучала этот регион с целью не колонизации а с целью научного исследования это потрясающая возможность действительно познакомиться и через те русские топонимы которые кстати говоря оставили наши ученые наши исследователи в период своих своей работы я хочу сейчас представить Алексея Валерьевича Антошина доктора исторических наук профессора кафедры востоковедения Уральского федерального университета тема интереснейшая это Малайзия на пути к независимости во второй половине 1940-х 50-х годов взгляд русских иммигрантов Алексей Валерьевич вам слово пожалуйста спасибо большое Николай Николаевич дорогие коллеги как всегда мне очень приятно участвовать в мероприятиях ассоциаций могу вас инициировать немножечко камеру сделайте ниже чтобы лицо половина лица вот так потому что мы же потом будем снимать показывать вас извините да значит так вот мне приятно как всегда участвовать в мероприятиях ассоциации фонда Николуха Маклая всегда стараюсь поддерживать проекты которые инициируются ассоциации фондов сегодня у меня будет совсем небольшое я думаю выступление вот я значит во-первых вернусь к Малайзии да которой посвящено наше сегодняшнее мероприятие да то есть очень действительно всегда сложно выступать после такого замечательного выступления как у Софьи Евгеньевны вот ну а я поскольку являюсь историком поэтому вспомню немного о том как Малайзия шла к независимости и как эти события воспринимались современниками да значит прежде всего русскими иммигрантами думаю что это мое такое первое приближение к теме вот и вполне возможно что еще не раз буду на эту тему говорить на мероприятиях значит ассоциации как мы все знаем после Второй мировой войны серьезно меняется политическая ситуация на территории Малайского архипелага после капитуляции Японии в Малайзию возвращаются британцы но нужно учесть то обстоятельство что они не могли игнорировать конечно фактор национального суббитного движения который как известно в целом после Второй мировой войны становится все более значимым значит предлагается план создания Малайского союза однако малайская часть населения реагирует чрезвычайно резко на это предложение в марте 46 создается объединенная Малайская национальная организация первое малайское политическое объединение которое действовало масштабом всей страны значит проект Малайского союза в общем в итоге оказывается нежизнеспособным с июля 48 начинается вооруженная борьба против британцев которая была поддержана в частности китайским меньшинством в 49 году правительство Великобритании заявляет о скором создании независимого малайского государства ну и мы знаем что декларация независимости подписывается в 57 году в 63 возникает независимая малайская федерация вот значит я вспомнил эти наверное такие вот ключевые даты для того чтобы значит у всех в памяти восстановился вот этот вот процесс движения Малайзии к независимости который в итоге приведет и к установлению дипломатических отношений между Малайзией и Советским Союзом годовщину которых мы сегодня отмечаем ну и замечу что вот как историк вообще-то русской эмиграции замечу за всеми этими процессами внимательно следили как эксперты во всем мире так и деятели русской эмиграции надо сказать что успехи советской внешней политики в этот период были возможно главным фактором который способствовал всплеску в эмигрантской среде симпатии по отношению к Советскому Союзу вот после Второй мировой войны вот то обстоятельство что Советский Союз стремительно занимает когда-то принадлежавшее России место среди великих держав вызывает особое удовлетворение у многих старых эмигрантов их концептуальные построения базировались на геополитической мысли России Европы 19-х 20-х веков вот ну и надо сказать что проживавшие в Париже старые эмигранты прежде всего в своих работах в этот период уделяют внимание антироссийской по их определению политики проводимой Великобританией да которая находит свое отражение в частности конечно и в Юго-Восточной Азии да поэтому подробно анализируется та перестройка британской империи которая была затеяна во второй половине 40-х указывается что британская политика в бассейне Индийского океана была дифференцированной учитывавшись специфику отдельных регионов мира и вот в частности эмигранты пишут о том что в Малайе идет процесс объединения различных султанатов и британской части Борнео при этом сложности вызывает проблемы взаимоотношений малайцами с многочисленными китайскими общинами заметим что именно Малайю эмигрантская парижская газета советский патриот упоминает как яркий пример нарушения прав покоренных народов британской империи указывая на протесты населения некоторых территорий против вот того самого проекта Малайского союза интересно что одной из наиболее прочных основ британского влияния в регионе по мнению эмигрантов выступала Австралия значит что для нас наверное особенно интересно в свете того что наша ассоциация как раз посвящена Южно-Тихоокеанскому региону как образно заметил один из русских эмигрантов австралийцы не прочь показать при случае англичанам что у них есть свои собственные интересы но когда ставится на карту империя они предпочитают укрыться под английский зум и это проявлялось в том числе в их позиции в отношении ситуации в юго-восточном в среде антикоммунистической эмиграции господствовало мнение что война в Корее в 50-53 году это не локальное событие а один из фронтов глобального мирового противостояния и без внимания эмигрантских публицистов не остались и события на Малайском полуострове где как они заявляли начиная с 48-го года шла партизанская война местных коммунистов при открытой поддержке Советов против Великобритании отметив что на особую важность этих событий указывают и британские историки в частности Ричард Овендейл который даже пишет что именно восстание в Малайе в этот период сделало холодную войну в Азии реальностью для Британии как британские историки так и русские иммигранты указывают при этом на особенно важное значение этого региона в мировой экономике то есть почему собственно говоря вот скажем события в Малайзии привлекали вот такое внимание да значит со стороны экспертов во всем мире в том числе русских иммигрантов да дело в том что к началу 50-х годов Малайя давала половину мирового производства естественной резины и 40% мирового производства цинка да и конечно как мы все понимаем это значит был очень серьезный фактор который всеми аналитиками учитывал отметим что в среде российской иммиграции не просто констатировалось обострение ситуации как значит в Малайе так как в Юго-Восточной Азии в целом ну и делались попытки проанализировать причины этого то есть возникал вопрос почему именно этот регион становится очагом напряженности да почему здесь социалистическому блоку удается повесить за собой значительные массы населения и вот нужно отметить то обстоятельство что многие иммигранты да даже те люди которые были настроены значит критически по отношению к Советскому Союзу они выступали против упрощенных трактовок ситуации таких как подкуп Советским Союзом находящегося на низкой стадии развития населения стран третьего мира чем иногда писалось скажем в западной прессе да вот а значит а старались смотреть на эту ситуацию глубже да почему скажем вот события в Юго-Восточной Азии развивались именно таким образом да реально как полагали многие иммигранты существовали цитирую уязвимые места современной демократии которыми умело пользовался Советский Союз среди них важнейшую роль как они отмечали играли неразрешенные социальные проблемы в регионе что создавало почву для восприятия в этих регионах значит идей Советского Союза и в целом социалистического блока да а вот на это обращали внимание повторяю даже эти иммигранты были настроены антикоммуистически да ну например скажем известный деятель русской эмиграции в Австралии Борис Домогацкий да его портрет кстати висит в русском клубе в Стратхилде где мне довелось побывать да это значит один из наиболее известных таких вот публицистов русской эмиграции в Австралии в середине 20 века и он пишет о том что Малайя как и другие территории стало как он пишет очагом коммуистического ображения не случайно это является результатом вековой антинациональной корыстной политики держав владевших этими государствами в частности Малайи нужно иметь мужество это признать подчеркивает Домогацкий и найти общий язык с народами цветных рас вот это вот на самом деле тот тезис который конечно же очень важен для того чтобы попытаться разобраться в причинах осложнения ситуации в регионе Малайского архипелага эмигрантские публицисты отмечают наличие пренебрежительного отношения великих держав к судьбам стран Юго-Восточной Азии которая как раз и давала возможность социалистическому блоку противопоставлять последние демократиям Европы и США и по их мнению Запад должен был научиться идти на компромиссы с лидерами Юго-Восточной Азии чтобы этот регион не оказался под влиянием как раз Советского Союза значит здесь действительно можно еще немало об этих проблемах говорить я думаю что как я уже сказал более подробно наверное значит я еще когда-нибудь обращусь к этим сюжетам но вот для того чтобы все-таки значит дать возможность старистам по Малайке я наверное буду на этом постепенно заканчивать вот значит в качестве вывода замечу что события в Малайе во второй половине 40-х 50-х годы не остались без внимания да значит как аналитиков во всем мире да так и в частности русских эмигрантов и представлены на страницах антикоммунистической прессы образ ситуации в регионе был достаточно сложным как вы видите да он значит не был скажем однозначным да даже лидеры антикоммунистической миграции признавали существовались серьезные социально-экономические и политические факторы которые способствовали крушению британского колониализма в Малайе и формированию независимой Малайзии которая в конечном итоге установит отрушение Советским Союзом спасибо за внимание Алексей Валерьевич большое вам спасибо интереснейший доклад и такие основополагающие вещи для укрепления дружбы между нашими народами очень хорошо что они у нас начались с того что мы признавали действительно и сохраняли их традиции я хотел бы сейчас представить Екатерину Михайловну оставь его директора ассоциации исследователей Южно-Океанского региона кандидата исторических наук старший научный сотрудник и ученый-секретарь Центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океане Института Востоковедния тема ее интереснейшая об изучении Малайзии в Институте Востоковедния РАН Российской Академии наук Екатерина Михайловна пожалуйста вам слово большое спасибо Николай Николаевич видно мою презентацию да все в порядке спасибо изучение истории и социально-политического развития Малайзии всегда было и остается одним из приоритетных направлений исследований Центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океании Института Востоковедния Российской Академии наук как мне ее пролистать секундочку постоянный мониторинг процессов происходящих в Малайзии проводится на страницах периодического издания Центра который называется Юго-Восточная Азия актуальная проблема развития это единственное издание в России специализированное которое публикует статьи посвященные исследованию обширного региона Юго-Восточной Азии среди фундаментальных трудов посвященных данной теме безусловно необходимо выделить монографию Владимира Александровича Тюрина и Владимира Александровича Цыганова история Малайзии 20 век в монографии рассматриваются этапы развития Малайзии с конца 19 века и по начало 21 века история страны Малайзии в 20 веке она неразрывно связана с ее предыдущим развитием и поэтому авторы кратко освещают колониальную историю Малайи и северного Калимантана собственно двух частей будущей Малайзии и особенности их социально-экономического и политического развития главное внимание в этой книге уделяется особенностям этнической и социальной структуры которые сложились в колониальный период развитию национально-освободительного движения с 1920 годов борьбе за создание независимой федерации Малайя в 1957 году а затем федерации Малайзия в 1963 году ну и собственно политическим и социальным процессом экономическому развитию и внешней политики этого государства в 2013 году в институте востоковедения была опубликована интереснейшая книга Махатхир бин Махамад о современном мире беседа с Виталием Наумкиным Виталий Вячеславович это известнейший востоковед академик российской академии наук и в настоящий момент он является научным руководителем института востоковедения российской академии наук эта книга выложена в открытом доступе на сайте института востоковедения и она собственно на четырех языках английском русском малайском и арабском то есть она доступна для широкой аудитории Виталий Вячеславович встретился с Махатхиром Махамадом в Путраджае и в своем интервью он затронул много важных вопросов в частности Наумкин обратил внимание на то что одновременно с повышением своего веса в мире исламские государства переживают период ожесточения межрелигиозных противоречий восплескивающихся порой в прямые насильственные столкновения кроме того он отметил вот что можно видеть осложнение отношений между сторонниками религиозного государства и поборниками светской насекулярной модели утвердившейся в ряде стран и он собственно вот задал Вахатхиру Махамаду вопросы как можно преодолеть губительное для развития исламских государств распри и есть ли шанс добиться торжества религиозной толерантности и не падет ли секулярность под натиском политического ислама и вот здесь очень хочется привести ответ до Махатхира Махамада который подчеркнул что в Малайзии мы все толерантны толерантны по отношению к религии которую исповедуют люди а также к этнической принадлежности людей нам удалось найти способ работать вместе объединив наши усилия и меньшинство согласно с тем что когда мы прибегаем к использованию наших правомочий они должны подчиняться собственно воле большинства тогда как большинство простите тогда как большинство со своей стороны нуждается в поддержке меньшинства и должно следить за благосостоянием этого меньшинства также в интервью была затронута проблема перспектив развития отношений между Малайзией и Россией понятно что книга это 2013 год это все-таки время уже прошло но вот Махатхир Махамад указал что его страна видит в России потенциального партнера однако по его мнению Россия не придает особого значения развитию торговых отношений с Малайзией но если Россия пожелает укрепить и расширить свои торговые связи то Малайзия может оказаться ей чрезвычайно полезной ну вот как представляется в нынешних непростых геополитических условиях нашей стране следует в полной мере сосредоточить свое внимание на развитии отношений со странами региона Юго-Восточной Азии которые обладают огромным потенциалом экономического развития и хотелось бы конечно чтобы Малайзия вошла в число данных государств еще одна книга под названием «Внешняя политика Малайзии» от Махатхира Махаммада до Наджи Баразака которая заслуживает отдельного упоминания была написана Вячеславом Федоровичем Урляповым Автор этой книги многие годы работал на дипломатической службе в том числе в посольствах СССР и Российской Федерации в Индонезии в Индонезии политические и коммерческие связи на протяжении двух десятилетий фактически пребывали в состоянии стагнации и главным тормозом прогресса в двухсторонних отношениях выступали политика идеологические противоречия Лишь в сфере торговли между странами удалось достичь определенного продвижения Советский Союз закупал в Малайзии около четверти всего производимого тогда в стране Каучука Безусловной вехой в развитии межгосударственных отношений между нашими странами стал приход к власти Махатхира Махаммада в Малайзии когда он стал премьер-министром Именно он должным образом оценил роль и значение Москвы в решении глобальных и региональных проблем В середине лета 1987 года Махатхир Махаммад совершил первый официальный визит в Советский Союз Однако и на это необходимо указать руководство Советского Союза во главе с Горбачевым в тот период сделало ставку на развитие отношений с другими странами Юго-Восточной Азии подтверждением чего может служить тот факт что министр иностранных дел Шевар Надзе не посетил в 1987 году Малайзию необходимо отметить что и после распада Советского Союза в Малайзии рассматривали Россию как необходимый компонент системы крупных вне региональных держав Юго-Восточной Азии Однако в период нахождения на посту президента Ельцина отношения между нашими странами хотя и развивались в области военно-технического сотрудничества но довольно вяло Новый импульс развития был дан двусторонним отношениям когда президентом России стал Владимир Владимирович Путин который поставил национальный интерес России превыше любой политической ориентации которая была присуща эпохе Ельцина необходимо указать что именно Малайзия выступила инициатором проведения первого саммита Асиан Россия который состоялся в ноябре 2005 года можно сказать что Малайзия выступила как зачинатель активизации асиановско-российских отношений усматривая в этом важный элемент противодействия ПАКС Американо ну и безусловно вот памятные даты в отношениях между нашими странами можно считать запуск на околоземную орбиту малайзийского космонавта вот мы видели сегодня прекрасные иллюстрации шейха Музафара Шукора далее в 2020 году вышел из печати первый тон коллективной монографии многоликой элиты Востока одна из глав которой автор Екатерина Кочеткова рассказывает о жизни и политической деятельности премьер-министра Малайзии выдающегося человека и политика Махатхира Махаммада рассматриваются основные этапы и стратегии превращения Малайзии в современное высокотехнологическое государство разработанное Махатхиром Махаммадом а также политическая и социально-экономическая ситуация сложившаяся в современной Малайзии после его прихода к власти и победа на выборах марте 2018 года Считаю необходимым упомянуть еще одну коллективную монографию опубликованную в конце 2021 года то есть это очень свежая книга под названием политические системы и политический процесс в странах Юго-Восточной Азии которая посвящена теме актуальной излободнений это обусловлено важностью внешнеполитических процессов которые сотрясают сейчас весь мир когда со стороны западных держав не только звучат непрекращающиеся упреки в отсутствии демократии демократических процессов неправильной работе институтов власти в странах Востока но и совершаются попытки вмешаться во внутренние дела суверенного государства не только как мы все знаем любимыми методами санкционного давления но и открытой поддержкой антиправительственных сил пытающихся дестабилизировать обстановку в собственных странах в угоду западным покровителям в главе социально-политические процессы в Малайзии после обретения независимости в 1957 году и до наших дней авторы вот уже упоминавшейся Екатерина Кочеткова и присутствующий здесь на нашей конференции выдающийся ученый Виктор Александрович Погодаев авторы подробно анализируют особенности государственного устройства Малайзии деятельность ее основных политических партий социально-политические процессы происходившие в Малайзии после обретения независимости в 1957 году и до наших дней а также историю формирования этноконфессионального и политического облика страны авторы выделяют некоторые специфические особенности политической системы страны где ислам является государственной религией и вот это очень важная мысль которую необходимо подчеркнуть что при том что большую часть населения составляют мусульмане Малайзия не является радикальным исламским государством и на конституционном уровне всем гражданам гарантирована свобода вероиспомедания вместе с тем ислам во многом определяет внутреннюю и внешнюю политику в государстве являясь частью национальной идеологии коренного населения Малайзии еще одним важным фактором развития политической системы на которую указали авторы является то что принадлежность какой-либо партийной организации в основном ассоциируется с единической составляющей другими словами партии сформированные по коммуналистскому признаку они представляют интересы отдельных национальных групп страны вот теперь перехожу к анонсу готовящейся к выходу из печати в этом году монографии автор я Екатерина Астафьева и Екатерина Кочеткова две Екатерины под названием национальный вопрос в Малайзии и Сингапуре национальный вопрос он был и остается одним из самых важных и сложных явлений в жизни большинства государств современного мира он определяет характер национальных отношений и может выступать и как вопрос социально-экономического развития и как культурный и языковой но его постановка всегда содержит важный политический аспект авторы обращаются к анализу национального вопроса двух независимых государств сейчас они независимы но как все мы знаем история этих государств очень связана Юго-Восточной Азии ближайшие соседи это Федерация Малайзия и Республика Сингапур как представляется изучение национального вопроса в Малайзии и Сингапуре могло бы помочь в понимании некоторых важных процессов протекающих многонациональных многоконфессиональных обществах развивающихся стран мира исторический опыт Малайзии и Сингапура в решении проблемы межэтнических отношений посредством всеобъемлющей модернизации общества представляет не только научный но и практический интерес особенно для других стран региона межнациональные и межконфессиональные отношения в которых также отличаются сложностью и неустойчивостью рассмотрением проблемы межэтнических отношений в историческом контексте крайне важно для более глубокого осмысления процессов происходящих современных малайзийском простите и сингапурском обществах хочется подчеркнуть что вот от того каким образом поведут себя Малайзия и Сингапур в новых исторических условиях а также сумеют ли они и дальше следовать своим национальным стратегиям основная цель которых построение единой нации при сохранении цивилизационной самобытности каждой из составляющих их этнических групп это очень важно да зависит не только дальнейшая судьба обоих государств но и возможно всего региона в целом в заключении хотелось бы подчеркнуть что сотрудники центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океании будут продолжать свои исследования в области изучения истории и социально-политических процессов происходящих Малайзии спасибо за внимание Екатерина Михайловна огромное вам спасибо я думаю что будет приятно уже на следующих может быть конференциях услышать как наши партнеры в Малайзии изучают и точно так же нашу историю тем более что сейчас немало студентов отправилась в Россию я думаю что этот интереснейший интереснейший докладами будет следующая конференция и о исследовании России Советского Союза и различных этапов развития рассмотрены потому что что вы рассказали это безусловно присутствует во всех странах а когда еще институт востоковедения ведущий в России изучает это настолько подробно это особенно приятно что мы можем с этим ознакомиться большое спасибо за этот доклад и я хочу передать слово с интереснейшим докладом роли места Малайзии в глобальной индустрии исламских финансов это Альмира Загировна Нагимова кандидат экономических наук старший научный сотрудник института международных отношений Казанского Приволжского федерального университета Альмира Загировна вам слово пожалуйста Добрый день всех приветствую значит единственное я хотела немножко технический момент еще раз презентацию я запустила ее видно сейчас нет не запущено секундочку секундочку так демонстрация могли бы вы еще сам лэптоп сделать верхнюю крышку чуть ближе на себя так верхнюю часть чуть вот так вот сделать не вот не вот так а вот так ближе да вот так я делаю нормально чуть-чуть повыше чуть-чуть оп стоп пониже оп все великолепно можно снимать так хорошо скажите теперь видно мой экран если я буду листать полный экран если можно сделать пожалуйста так секундочку вот так сейчас у вас если отображается в полный экран вам нужно обратно выйти из демонстрации экрана и запустить еще раз другое окошко которое с полной версии так секундочку так ну вот да все замечательно попробуйте полистать первый слайд чтобы да есть так ну еще раз приветствую всех меня зовут Нагимова Альмира Загировна значит я представляю Казанский Федеральный университет значит тема моего доклада это роль Малайзии в глобальных системе глобальных исламских финансов коротко хотелось бы сказать про себя и свой исследовательский проект значит я вообще занимаюсь странами Востока с 2011 года да то есть я написала диссертацию по Персидскому заливу и странам СНГ по взаимным инвестициям затем в 2019 году я выиграла трехлетний грант РФФИ по исламским финансам вот соответственно два года гранта я уже провела да то есть написала монографии по исламским финансам и значит что получается там значит такая интересная картина возникла да то есть когда я начала исследовать Казахстан это в странах СНГ самый передовой регион именно в части исламских финансов ну в части их развития тут очень много параллелей возникает с Малайзией и вот именно поэтому в этом году я взялась соответственно третий год гранта исследовать именно роль Малайзии в глобальных финансах исламских и что удалось мне выяснить да вот разрешите вам представить то есть это как раз то о чем буду я говорить в докладе значит ну во-первых что такое исламские финансы исламские финансы соответственно опираются на несколько ключевых принципов там самый известный из которых это запрет на расставщичество да на процентные отношения значит соответственно ну здесь у меня перечислены кроме того остальные принципы да это запрет на неопределенность на азартные игры на финансирование вредоносной деятельности да которая называется харам на соответственно ну взамен вот этим как бы запретом исламские финансы предлагают свою модель финансов да это принцип разделения прибыли убытков и соответственно материальность сдел значит ну материалы материально сделок да то есть любые финансы должны опираться на какие-то активы согласно исламским финансам вот ну соответственно здесь получается что исламские финансы они опираются на шариат То есть их основой юридической является шариат. Если говорить глобально об исламских финансах, то они составляют на сегодня до 3 триллионов долларов. И 70% этого рынка принадлежит странам Персидского залива и странам Юго-Восточной Азии. Если говорить о роли ислама в Малайзии, то здесь уже некоторые докладчики упоминали об этом, но тем не менее скажу. Получается такая картина. Малайзия принимает ислам в течение 13-17 веков. И на сегодня, значит, мусульман более 61% населения местного. То есть это где-то порядка 20 миллионов человек. Значит, ну вот такая картина. Соответственно, исламские финансы, они развивались здесь в 4 стадии. Их так, наверное, можно выделить. Значит, первая стадия это в 63-м году. Здесь был впервые создан, соответственно, благотворительный фонд для паломников в Мекку. Вот. И также, значит, 20 лет уже спустя, в 83-м году, здесь открывается первый лицензированный исламский банк. Значит, затем на второй стадии уже традиционные исламские, вернее, уже традиционные банки, которые работают на процентах. Ну, операции которых основаны на процентных отношениях, они открывают исламские окна. Вот. Затем уже к третьей стадии получается такая картина, что, ну, интерес к этим, ну, к исламским финансам сильно растет. И некоторые банки целиком становятся исламскими, да? Вот. То есть, так появляется второй банк, открывается тоже целиком исламский. В 99-м году уже, да? Вот. И затем, значит, четвертая стадия, это уже 2000-е годы. В Малайзии формируется исламский рынок капитала, это очень важно. Который, как бы, вот позволяет, ну, наполнять ликвидностью исламские банки. Вот. Выпускаются первые исламские облигации СУКУК. Вот. Ну, и дальше уже, соответственно, в 2005-м году индекс разрабатывается. Исламик Малайзии индекс, который отслеживает, соответственно, движение 45 компаний, соответствующих шариату. А на сегодня роль Малайзии следующая. Значит, ну, во-первых, Малайзия, в отличие от стран Персидского залива, она является таким, ну, как сказать, передовым центром, что ли, исламских финансов, именно таким инновационным центром. Вот. Значит, поэтому вот в рейтинге Islamic Finance Development Report за 2020 год, это последний рейтинг был, она занимает первое место, причем очень сильно опережает всех остальных и вот даже ближайшего конкурента Индонезию, да, там, соседнего государства. Вот. Значит, опережает она по параметрам знания, осведомленность, количественный охват. Почему так? Потому что здесь, в принципе, в Малайзии больше всего ученых именно по части исламских финансов, то есть исследований, образовательных институтов, которые эту тему исследуют, развивают, продвигают. Вот. Наибольшее число конференций здесь также проводится по исламским финансам, соответственно, если сравнивать с остальными странами. Вот. Значит, поэтому, ну, картина следующая, да, то есть, значит, Малайзия занимает более 11% рынка, соответственно, глобального рынка исламских финансов. Вот. И это крупнейший рынок в Юго-Восточной Азии, это более 210 миллиардов долларов. Вот. И, значит, если говорить в целом о банковской системе Малайзии, то исламские банки здесь занимают практически треть банковской системы. Вот. В дальнейшем эксперты говорят о том, что этот рынок будет дальше расти. Почему? Потому что здесь уже есть налаженная инфраструктура, здесь, ну, широко осведомленность, опять-таки, населения об исламских финансах. И, ну, развитие получает, соответственно, цифровые технологии, да, то есть цифровые исламские банки, или их называют необанки, которые не имеют офисов. Вот. А потом тоже хотелось бы отметить, конечно, второй момент, что касается рынка СУКУ, к исламских облигациям, то здесь именно Малайзия является тоже, ну, как бы, такой глобальным лидером. Почему? Потому что, ну, Малайзия, в принципе, наверное, является даже родоначальником этого инструмента, да, здесь он зародился. Значит, занимает Малайзия более, ну, почти треть этого рынка. На втором месте находится Саудовская Аравия, потом только, и потом Индонезия. Вот. И Малайзия сильна именно, значит, корпоративными выпусками СУКУ, да, то есть именно корпорации выходят на этот рынок. Вот. Больше всего, если говорить о Саудовской Аравии, то там именно госсектор большой спросом предъявляет к этому, как бы, сегменту. Вот. Здесь именно развитый корпоративный сектор. Вот. То есть почти половина глобального объема корпоративных облигаций СУКУ, да, они выпускаются в Малайзии. Вот. Значит, развивается внутренний рынок СУКУ, потому что, в принципе, последние годы там в связи с замедлением темпов экономического роста, в связи с коронавирусом, конечно, ну, глобальные рынки просели, вот. Вот. Но, тем не менее, вот именно, как бы, несмотря на это, внутренний рынок развивается, внутренний рынок СУКУ. Вот. Ну, и тоже Малайзия, передавая именно в части таких инноваций в этой части, ну, как бы, вот именно в этом сегменте, здесь были выпущены первые в мире зеленые СУКУ, значит, зеленые исламские облигации, ну, которые, соответственно, финансируют зеленые проекты. Вот. Вот. Тоже роль Малайзии в исламском финтехе. Финтех – это, соответственно, альтернатива банкам, да, то есть, ну, говорится о том, что скоро вот эти финтех-компании могут заменить банки, потому что они маленькие, динамичные, инновационные. Вот. Здесь Малайзия находится на четвертом месте, ну, вот, после, соответственно, трех лидеров – это Великобритания, Эмират и Индонезия. Вот. Это я проводила исследование в прошлом году по количеству именно этих компаний, которые, ну, как бы, были открыты. Вот. То есть, 29 компаний из 244 исламских финтех-компаний созданы именно здесь. И самый успешный проект вот именно в области исламского финтеха – это приложение RoboAdvisor для халяльных инвестиций в AhitInvest. Он, соответственно, привлек 40 миллионов долларов от международных инвесторов. Там и американские, и саудовские инвесторы были, значит, и, соответственно, ну, это самый лучший проект во всем исламском финтехе. Он родом из Малайзии. Вот. И, ну, надо сказать еще об академическом лидерстве Малайзии именно в части исламских финансов. Я здесь тоже привожу результаты исследования, библиометрического исследования, которое провели ученые с 1939 по 1919 год. Оно показывает, что именно в Малайзии наибольшее число таких специалистов, ученых, которые развивают, да, исследуют этот вопрос. Вот. Значит, и даже, значит, ну, они опережают по количеству исследований Великобританию, США, Саудовскую Аравию, Катар. Вот. И тоже наиболее продуктивные, значит, ученые именно отсюда родом тоже, да, то есть продуктивность меряется, соответственно, по числу публикаций и цитирований. Вот. То есть, в принципе, тут, конечно, опять-таки, ну, лидерство Малайзии именно в этой части, именно в части вот этого осмысления, наверное, да, и вот этого, и предложения инновационных решений именно в части развития исламских финансов. Вот здесь они все-таки держат пального первенства. Вот. И что хотелось бы сказать, значит, теперь уже вообще о практическом применении, то есть вообще, то есть получается такая картина в области исламских финансов сложилась, да, что, ну, именно по размеру рынка, значит, наибольший сегмент занимает, ну, наибольший сегмент исламских финансов занимает страны Персидского залива. Но, тем не менее, значит, именно Малайзия, она является инновационным лидером, и поэтому здесь очень много инновационных решений, которые можно было бы применить, в частности, например, в Казахстане. Вот я говорила о том, что Казахстан как раз эту тему очень сильно развивает, продвигает уже на протяжении более 10 лет, да, но вот именно здесь как бы просятся такие вот, как сказать, нововведения, которые можно перенять у Малайзии. Это исламские окна, значит, открытие исламских окон традиционными банками в Казахстане, да, и следующее – это организация системы страхования исламских депозитов. Вот именно отсутствие вот этих двух решений, оно как бы тормозит развитие исламских финансов в Казахстане, и, соответственно, вот я вот вижу это вот именно в этой части, дальнейшее развитие. Вот, но в принципе, если говорить о Малайзии, то она создает равные условия для всех игроков, то есть если говорить там о других странах, ну, которые только-только внедряют систему исламских финансов, то здесь всегда приоритет получают именно традиционные банки. А исламские, они вынуждены выживать, как бы, да, там подстраиваться, меньше зарабатывать, то есть иметь меньшую прибыльность, вот. А здесь Малайзия, она вот именно вот этого подхода придерживается, да, то есть создание равных условий и для тех, и для других. Именно поэтому, соответственно, вот создана система страхования исламских депозитов, потому что долгое время вот именно отсутствие вот этой страхования депозитов, оно, ну, тоже, как бы, ну, тормозило развитие секторов, ну, в Малайзии какое-то время назад. Вот, так что, в принципе, вот такая, наверное, такие результаты у меня. В целом, наверное, доклад мой окончен, да, спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы. Большое вам спасибо, очень интересно. У нас, кстати говоря, будет в самом конце время для обсуждения, сейчас мы перейдем к следующему спикеру, ну, и очень интересно, откровенно могу вам сказать, затронную интереснейшую тему, которая, ну, не всегда освещается настолько подробно, тем более вы ей сейчас занимаетесь, поэтому, я думаю, вопросы к вам будут, у меня, по крайней мере, есть. Я хотел представить следующего спикера, нам очень, конечно, повезло, действительно выдающийся ученый, об нем уже говорили сегодня, Виктор Александрович Погодаев, кандидат исторических наук, старший преподаватель МГИМО и дипломатической академии МИД РФ, и сегодняшняя тема выступления – литературный диалог цивилизации «Малайский понтун» в России. Пожалуйста, Виктор Александрович, вам слово. Да, добрый день, а для кого-то, может, уже добрый вечер. Влияние малайской литературы на русскую литературу проявилось на рубеже 19-20 веков, когда произведения, имитирующие малайскую поэзию, в частности понтун, были созданы русскими поэтами Валерием Брюсовым, Каролиной Павловой, Аделиной Адалес, Александром Жовтесом, Григорием Пермяковым. Что такое понтун? Понтун – это четверостишие с перекрестной рифмой. Первое и второе двустишие – зачин и концовка – не имеют, как правило, прямой логической связи и сочетаются на основе звукового или образно-символического параллелизма. Зачин часто связан с образами природы, концовка содержит назидание. Встречается так называемый прошитый понтун, состоящий из нескольких четверостишей, где каждая вторая и четвертая строки предыдущего четверостишая используется как первое и третье последующего. Например, в малайских песнях, написанных Валерием Брюсовым в 1909 году, легко узнаются признаки малайских островов – аромат цветов чимпака, поглощенный ветром, баньяны, бананы, панданы, кокосы, рисовые поля, тигры в джунглях, белые волны на берегу моря и, конечно, поэтичность образов и музыкальность ритмов. Белые волны на побережье моря, днем и в полночь они шумят, Белых цветов в поле много, лишь на один из них в моих глазах глядя. Но здесь присутствуют малайцы, поэтому я хочу прочитать свой перевод вот этого Брюсова, Брюсова на малайский язык, как у меня это получилось. Глубже воды в часы прилива, смелых сглотнет их алчная пасть, Глубже в душе тоска милой, ни днем, ни в полночь ее не ласкать. На небе месяц белый круглый, и море под месяцем пляшет пьяно, Лицо твое месяц, алы твои губы, в груди моей сердца пляшет пьяно. И так далее. Довольно много, я все читать не буду. Что касается Каролины Павловой, то ее стихотворение «Серенада» было очень популярно в конце 19 века. Оно действительно красиво и написано в виде видоизмененного прошитого понтуна. Ты все, что сердцу мило, с чем я жился умом, Ты мне, любовь и сила, спи безмятежным сном. Ты мне, любовь и сила, и свет в пути моем, Все, что мне жизнь сулила, спи безмятежным сном. Все, что мне жизнь сулила, напрасно с каждым днем, Весь бред молодого пыла, спи безмятежным сном. Ну и так далее. Если захотите, найдете, прочитайте. Николай Гумилев написал в стиле понтуна даже один акт своей пьесы в стихах «Дитя Аллаха». Здесь идет диалог между Гафизом и птицами. Гафиз. Научное изучение понтуна впервые было проведено русским исследователем фольклора Веселовским. В своей работе впоследствии с Визаной под названием «Историческая поэтика». В работе исследуется психологический параллелизм в понтуне. По его мнению, в понтуне сопоставляются два мотива. Один из них объясняет другой, и акцент всегда делается на мотиве, содержащем отношения между людьми, а не на природу. Людмила Мервард, которая перевела многие книги с малайского классической литературы, в том числе сказания о Срираме и сказания о Сребоме, тоже обратила внимание на понтун. В обведении к переводу книги Невермана «Голос Буйвола. Малайские народные песни», она говорит о своеобразии понтуна как народной литературы и его истоках. По ее мнению, понтуны, вошедшие в так называемые из устной повести «Утешение и печали», играют роль столпа памяти, потому что рифмованные понтуны легко запоминаются. Понтуны, по мнению Мервард, стали одним из источников пословиц, потому что третьи и четвертые строки понтуна заключают в себе народную мудрость. Ее уверенный последователь Борис Парникель в своей книге «Введение в литературную сантару» затронул проблему происхождения понтунов, констатируя, что эта форма пальплера уже существовала до индуистского влияния на архипелаги. Он разделяет гипотезу нидерландского ученого Гонды о том, что понтун появился, когда предки малайцев все жили на территории Южного Китая. Наиболее подробно понтун написан Владимиром Брагинским в его работе «История малайской литературы». Он исследовал структуру понтуна и его разновидности, свидетельствующие о том, что уже в XIV-XV веках понтун вошел в художественную литературу. Повесть о Раджах-Пасая, малайские родословия, о которых сегодня уже упоминали, и одну из версий привез Крузенштерн. Он также отметил проблему символизма и роль ритма понтуна. Мария Болдырева исследовала ритм понтуна в статье «Некоторая особенность развития индонезийского тихосложения» в книге «Проблемы восточного стихосложения» и попыталась использовать русский подход к ритме, что противоречит мнению голландского ученого Тео о невозможности использования европейского подхода к ритме в восточной поэзии. Она также обратила внимание на влияние фольклора, в том числе понтуна, на поэзию некоторых поэтов. Например, она отметила, что в песне итальянской девушки «Ситора Ситумаранга» используется ритм понтуна. Но я вам прочитаю немножко. К сожалению, в русском переводе переводчику не удалось передать ритм оригинала. Ну, например, по-русски передано содержание, но не ритм. «Утром озеро взгляд косой бросает, звонят колокола на холмах итальянских, когда время для тебя настанет, жди меня, милый, в Неаполе у залива». Малайский понтун популярен в России до сих пор. В 1996 году в антологии традиционной современной малайской поэзии «Ручей» под редакцией Бориса Парникеля помещены переводы 69 понтунов. Сравните, например, как звучат некоторые понтуны в переводе на русский язык. Малайский по-малайски «Писангемас баба берлаяр, масса с биджи диата спити, хутангемас дапад дибаяр, хутан буди дибава мати». Лодка легко рассекает волну, золотой банан дозревает в тени, деньги занял и тотчас вернул. Долг сердечный, попробуй, верни. Некоторые современные русские поэты также увлекаются понтуном и создают стихи, используя его ритм. Например, у Светланы Горшуновой есть стихотворение «Пантун. Малайский стих». «Ни лес, ни скейт, ни брег морской Уводят нас, в лекут зовут, И мы, плененные гурьбой, В один вплетаемся маршрут. Уводят нас, в лекут зовут, Ущелье странных диких гор В один вплетаемся маршрут С тростям своим наперекор. Ущелье странных тихих гор Здесь эхо вторит плеск у вод, С тростям своим наперекор Мы молча движемся вперед». Иногда упоминание о стихах встречается и в прозаических произведениях. В фантастическом произведении Николая Дашкиева «Василен мира» «Василен мира» есть эпизод гибели главного героя. Его друг оплакивает его и говорит, «Ты устала свободной, Но в нашей будущей победе Есть и твой вклад, И малайские матери будут петь Пантуны о твоем мужестве». Это ли ненаглядное свидетельство Распространения знаний о пантуне в России? В малайском пантуне действительно есть Какая-то загадка и тайна. Я уверен, что малайские ученые Будут неоднократно изучать Феномен малайского пантуна И всегда будут восхищаться им. Пантун – это народная литература, Несчерпаемый источник ее силы и существования. Ведь с помощью пантуна можно вырадать Самые разные чувства – Любовь, восхищение, иронию, юмор. Некоторые исследователи усматривают Сходство малайских пантунов С русской фольклорной формой частушки, Которая тоже состоится с четырех срок И имеет почти такое же строение. Ну, например, Вот всем известная русская частушка. Лодка тонет и не тонет, Потихонечку плывет, Милый любит и не любит, Только времечко ведет. Мы здесь видим тоже, Как бы эта частушка разделена на две части. Первая часть связана с природой, А основное содержится вот эта мудрость Во второй части. В частушке упоминаются два явления, Которые вроде бы и не имеют связи, Но сюжет про лодку усиливает содержание про любовь. Разница между пантуном и частушкой в том, Что, как я уже говорил, Частушку в России до сих пор поют, Тогда как пантун сегодня в Малайзии Большую частью читают. Стоит отметить, Что, как и в России, В отношении частушек в Малайзии Тоже предпринимаются усилия По сохранению пантуна. Существуют конкурсы, Специальные программы на телевидении И так далее. Пожалуй, наиболее интересным Является наличие сюжетного сходства В малайских пантунах И русской частушки. Видимо, идея Пропа о бродячих сюжетах, Которые он выдвинул для народных сказок, Может быть применена и к другим типам фольклора, Включая пантун. Ну, сравните малайский пантун И русскую частушку. Светит яркая луна над болотом, Вороненок поедает риск, Если ты мне не веришь, Разрежь мне грудь и посмотри мое сердце. И вот русская частушка. Вы разрежьте мое сердце, Посмотрите на него, Не белее сердце сажи, Это все из-за него. Малайские пантун и русская частушка Создаются независимо разными народами, Далеко друг от друга. Это обстоятельство имеет очень важное значение Не только для филологии, Но и для других наук, Таких как антропология. Потому что оно показывает, Что разные народы, Независимо от их цвета кожи, Религии и культуры, Имеют одинаковый образ мышления, Одинаковую интеллектуальность. Оно ломает все теории Высших и низших наций, Существовавшие даже в 20 веке. И как тут не вспомнить нашего великого соотечественника, Антрополога-путешественника Миклуха Маклая, Который отстаивал идею равноправия рас и народов, Подчеркивал недопустимость Насильственного подавления культур, Навязывания чужих стереотипов, Насильственной культурной интеграции И колониальной политики. Спасибо. Теремакасий. Огромное вам спасибо. Интереснейший, конечно, доклад. И вот насколько много у нас общего. И как интересно, что мы Это можем сохранить и услышать. И благодаря вам Здесь, на этой конференции. Я хочу еще раз вас поблагодарить, Перейти к следующему спикеру, Который Представит нам Роли места Малайзии в глобальной индустрии. Прошу прощения, извините, ради бога. Мы это уже обсуждали. Повторно не будем. Тема выступления СММ Как инструмент сохранения культурного наследия И способ донести ценности Научных открытий до широкой аудитории. Юлия Дмитриевна Медведева Создатель онлайн школы По продвижению в социальных сетях. Как нам это все сделать? Юлия Дмитриевна, вам слово. Здравствуйте. Хотела бы выразить Признательность и благодарность И вообще чувство гордости За то, что участвую здесь в этой конференции Наряду с такими По моему мнению Великими умами Научными деятелями и прочее. Моя задача, как именно СММ-специалиста То есть продвижение социальных сетей Это связано с тем, чтобы Каждый человек Который находился бы здесь Ну или в принципе То есть у нас здесь сейчас, например, 38 участников Задача СММ сделать так, чтобы На такие вот конференции Да, с наукой, с культурой Приходило 38 тысяч участников А может быть там и 380 тысяч участников Чтобы больше Деятели получали гранты Чтобы как раз таки Все, кто здесь сейчас выступают Они могли просто выложить В социальной сети свою книгу И она бы сразу распространилась По множеству их подписчиков Источников и так далее То есть социальные сети нам всем нужны Не только там для коммерческого сектора А именно для культурных моментов И научных Так, секундочку Все у меня видно, да? Да, видно Отлично, спасибо Итак, сегодня мы с вами поговорим Про СММ Как инструмент сохранения культурного наследия Также способ донести ценности Научных открытий До широкой аудитории Меня зовут Медведева Юлия И до того, как я переехала в Малайзию Уже 2 года ездить Я вела в социальные сети Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Потом Министерства экологии Московской области И закончила также Высшую школу экономики Защитила магистрскую диссертацию По продвижению в социальных сетях Именно госорганов В дальнейшем Все, кто, может быть, здесь собрались В Малайзии Переехали сюда С точки зрения работы А я Находясь И работая онлайн То есть сейчас Весь мой бизнес происходит онлайн Я выбрала Малайзию своим сердцем И делаю ее своим домом Уже 2 года И намереваюсь в дальнейшем Также здесь оставаться Несмотря на то, что я могу жить В любой стране Давайте сейчас поговорим Про задачи Задачи, которые стоят Перед социальными сетями Перед SMM Social Media Marketing То есть продвижение В социальных сетях Для популяризации науки И культуры Начиная с этого года И в последующих годах Основная сложность Которая заключается в том Чтобы Привлечь внимание Аудитории Молодой аудитории Другой аудитории К научным открытиям К культурному наследию К сохранению всего этого Составит в том, что Сейчас в социальных сетях Какой-то неконтролируемый Просто хаос В информации Если вы зайдете В вашу новостную ленту Неважно, какой социальной сети Вы иногда просто Не дойдете до нужной информации Потому что Производства контента Сейчас действительно Очень много Развлекательные видео Смешные картинки Желтая пресса Это все привлекает Внимание гораздо больше Чем научное открытие И поэтому Сегодня Соцсети являются Конечно же Не поэтому Но сегодня Соцсети являются Одним из основных Инструментов Привлечения внимания К научной и культурной Деятельности Потому что Это самый популярный канал Для донесения информации Нужной аудитории Если мы посмотрим Здесь немножко На статистику То 4,5 миллиарда Пользователей В социальных сетях И в принципе Более половины Населения Более половины Населения Зарегистрированы В одной Или там В нескольких Социальных сетях Решением В данный момент Становится Грамотное Использование СМН То есть Продвижение В социальных сетях Согласно Трендам Информационного мира Максимально Принятой Хронологией Видео Взаимодействие С аудиторией Главное Донесение Смыслов И ценности Науки И культуры В формате Который был бы Адаптирован Под каждую Социальную сеть И группу Целевой аудитории К сожалению Сейчас нужно признать Что несмотря на то Что Мы иногда Думаем Зачем нам выходить В ТикТок Или зачем нам Идти в социальные сети Мы поднимаем Серьезные темы Тем не менее Мир уже состоит Из того Что там Находится Вся наше Подрастающее поколение Если мы хотим Немножко на них Ориентироваться То мы должны Это делать И мы должны Также использовать Социальные сети Использовать Все свои знания Какую-то Допустим Научную статью Мы не можем Ее сейчас Просто выложить В социальной сети Мы не можем Ее просто Выложить на сайт Мы должны Ее адаптировать Под свою Под Твиттер Под Фейсбук Под Инстаграм Под ТикТок Под Ютуб Все происходит Именно в таком формате Здесь Кстати справа Вы видите Немножко Таких картинок Смешных Мемов Это сделано Не случайно Потому что В современном мире Как раз таки Такой формат Картинок Мемы Они позволяют Науке Приблизиться К целевой аудитории И наоборот То есть Целевой аудитории Которая сейчас Обладает Немножко Другим мышлением Изучить И поглотить Эту тему С удовольствием Для того Чтобы она могла Ее распространить Переслать друзьям Посмеяться Потому что Все-таки Социальные сети Это такой Знаете Формат В котором Люди приходят Расслабиться Развлечься И пообщаться Поэтому Главным преимуществом Социальных сетей Перед другими каналами Является то Что вы можете Охватить Очень большое количество Аудитории За счет Репостов И если вы сделаете Контент Связанный с наукой С культурой Более Живым Более Интересным К сожалению Нам приходится Все это адаптировать То Мы получим Огромное количество Репостов И пользователи Сами захотят Поделиться И сами захотят Друг другу отправить Я не представляю Чтобы мы Например Опубликовали Большую статью Связанную с наукой И вот пользователь Вручную Отправлял Всем своим друзьям Эту статью Там 200-300 друзей Конечно нет Но если мы выложим Это в социальной сети В адаптированном формате Разобьем на несколько Небольших участков Информации То Тогда мы получим То что Получим репосты Которые приведут Нам большое количество Других новых Пользователей Сегодня Светлана Николаевна Уже затронула Важную тему Она сказала о том Что у них Есть рилсы Которые привлекли Достаточно большое Количество подписчиков И я могу сказать Что как бы Я знаю Что очень много людей Отнекивается От тиктоков От рилсов От новых Вот этих вот форматов И я в том числе Долгое время Говорила Что тикток это не для меня Это подростки Которые там пляшут Но это не так В тиктоке существует Довольно много И серьезных людей И научных деятелей И вот видите Здесь такая наука Факты История Не обязательно в тиктоке Там танцевать Или что-то делать Какие-то глупости В данном аккаунте Вы сможете наблюдать Что у него 200 тысяч подписчиков И 1 миллион Пользователей Лайкнули Видео Которые здесь присутствовали 192 человека Прокомментировали И 4000 человек Поделились Этой информацией О том Как там Сделать Элементарные вещи Из физики Которые например Мы изучали в школе Но очень часто В комментариях Таких пабликов Я вижу Что люди пишут Я всю свою жизнь Узнаю из мемов И социальных сетей Жалко что в школе Нас такому не учат И так далее Поэтому основная задача Нас СММщиков Это именно Адаптировать контент От научных деятелей К широкой аудитории Я сама тоже Не хотела идти в тикток Но когда сюда вышла За месяц набрала 10 тысяч подписчиков Из Малайзии Которые меня штурмуют Каждый день сообщениями По моей теме Там по СММ допустим Но тем не менее Я рекомендую Всем все таки Не оставлять Ни одну социальную сеть Без внимания Сейчас уникальность Тиктоков и рилсов В инстаграме В том что вы можете Абсолютно бесплатно Именно за счет Креативности Набирать этих подписчиков То есть если мы говорим Про тикток То это видеоформат От 10 секунд До 1 минуты И если ваше видео Будет достаточно Интересным Вовлекающим Оно изложено Простым языком Оно не утомляет То оно попадет В вирусные ролики Это называется Вирусный маркетинг И наберет миллионы просмотров Без вложений И усилий Тем самым Распространив Ваши идеи Ваши концепции Ваши книги Ваши работы В абсолютно широкие массы И получив Просмотры От миллионов Пользователей Конкретных Например В вашей стране Еще одним моментом Который Я бы хотела Указать Именно в социальных сетях Почему нужно идти В социальные сети Если вы хотите Вынести Пронести свои идеи В широкие массы Это таргет Таргет Это реклама В социальных сетях Которая позволяет Очень точечно настроить Кто будет видеть Ваш рекламу Ваш контент Который вы хотите Донести Ваши ценности Если это ваша книга Ваши работы Вы можете буквально Выбрать Пользователей По месту проживания По возрасту По интересу К культурному наследию По узкой научной теме Если пользователь Заходил на ваш сайт Например И читал какую-то Определенную статью Про Россию Про Малайзию Неважно что Мы можем его догнать В социальных сетях Точно мы знаем Кто посмотрел Какую статью на сайте И мы показываем ему Продолжение наших идей Именно та Которая ему интересна То есть Если мы хотим Чтобы Как можно больше людей Узнало о нас То это непосредственно Один из лучших инструментов Также можно привлекать Аудиторию За счет лидеров мнений Современная молодежь Сейчас как раз таки Такое модное слово Инфлюенсеры Они следят за тем Чтобы За их лидерами мнений Если вы дадите рекламу У одного из этих Инфлюенсеров Блогеров По вашей теме То непосредственно Получите большое количество Просмотров Здесь представлен скрин Из рекламного кабинета И я хотела бы этим скрином Показать Что в социальных сетях В отличие от других инструментов Там пресс-релизы Которые я в свое время писала Размещение на сайте В соцсетях Мы можем очень точно узнать Сколько у нас был Какой был результат Сколько пользователей Увидел наши Наши посты Наши видео Какой был Сколько было бюджета затрачено Какой был непосредственный Результат данного бюджета То есть сколько стоил Например один просмотр Сколько стоит у нас Один подписчик И тем самым Мы можем постоянно Анализировать И прогнозировать Как будет аудитория Откликаться на наши темы Одним из главных Наверное Особенностей Социальных сетей Является то Что вы здесь можете Взаимодействовать С вашей целевой аудиторией То есть Это непосредственно То зачем приходят Сюда к вам пользователи Вовлечение Обсуждение Это гораздо больше Чем просто Имейл рассылка Или размещение информации На сайтах Или пресс-релизах Живые трансляции Ответы на вопросы В прямом эфире И после Это ключевая потребность Именно за ней Сюда и приходит Поэтому пожалуйста Не откладывайте ее Вот здесь опять же Скрин из ТикТока Про космос Про черные дыры Про на самом деле Сложную тему Научную Но она собрала Этот пост Это видео В ТикТоке Набрало 3000 комментариев Потому что люди Действительно Хотят узнать больше Они пришли сюда Чтобы пообщаться Высказать свое мнение Услышать какое-то другое мнение Именно за этим Следует выходить В социальные сети Сейчас я бы хотела Дать несколько Наверное Практических советов Как же нужно начинать Если вы не знаете То есть с чего Вам нужно начать Для того чтобы Входить в социальные сети Мы всегда В СММ работе Делаем Начинаем с СММ стратегии То есть вы должны понимать И даже если мы говорим Про науку Про культуру Про такого рода конференции Либо научные работы Мы должны понимать Что мы хотим Когда мы выходим В социальные сети Мы можем слепить Свой личный бренд Именно так Как мы хотим Его показать Поэтому в первую очередь Вам нужно понять Какая цель Вашего выхода Присутствия В соцсетях То есть например Если бы мы хотели Привлечь больше людей На такого рода конференцию Нам бы было важно Привлечь Именно пользователей Допустим Из Малайзии И из России Тогда наша задача Была бы Увеличить именно Показы То есть наша задача Распространить Эту информацию Среди как можно Большего населения Малайзии и России В другом случае Может быть Целью вашего Выхода в соцсети Это получить Как раз таки Взаимодействие Вы хотите поделиться Чем-то И вы хотите узнать Что в принципе Общество о вас думает Тогда это комментария Либо вы хотите Сформировать свой Личный бренд Чтобы получить грант И в дальнейшем Там проводить Какую-то исследовательную Деятельность Тогда мы уже Формируем личный бренд И либо там Бренд вашей организации Дальше После того Как цель наша Определена Мы примерно Выбираем 3-5 групп Целевой аудитории То есть мы знаем Что мы хотим Привлечь Например молодежь Тогда это группа Целевой аудитории Что им нужно Нам нужно понять Что нужно этим ребятам Им нужно Больше развлечения У них уже Такое знаете Кривое мышление Это когда Видео не держит Их внимание Если оно более Пяти секунд Статично Они не будут Смотреть Когда человек Просто что-то Там долго Рассказывает Если это Действительно Не интервью Которое Вот они ждали Целый месяц Поэтому нужно Каждые там Три секунды Что-то менять Другой кадр Ставить музыку Новый текст Да Здесь есть много Своих особенностей Своих фишек Которые нужно Учитывать Когда вы Сформируете Целевую аудиторию Например Это может быть Несколько групп Одновременно И у каждой группы Будет своя потребность После этого Нам нужно Продумать Какой контент То есть контент Это все Что мы производим Это фото Видео Интервью Лекции Длинные тексты Это маленькие Короткие видео Какой контент Будет Производиться Конкретно вами Для каждой Социальной сети Да Учитывая Последние события Тенденции То есть он должен Быть актуальный Он должен быть Авторский Он должен быть Уникальный То есть именно Вы должны Его производить После того Как вы Придумали Свой контент План Мы идем И выбираем Площадку Среди основных Социальных сетей У нас есть Фейсбук Инстаграм Ютуб Тикток Вики Телеграм И твиттер И могу сказать Что во всех Этих социальных сетях Абсолютно Разная аудитория Абсолютно Разные форматы Контента Которые вы должны Публиковать И иногда Это связано С тем Что По моему Опытам Люди Деятели Компании Организации Они хотят Сделать Что-то одно И сразу Везде Распространить И тогда Мы четко Видим Что в Фейсбуке Это набрало 10 лайков В Инстаграме Это набрало 20-30-40 лайков Потому что Мы понимаем В Фейсбуке Вот такое Краткое распределение В Фейсбуке Пользователи Приходят Для того Чтобы Почитать Длинные тексты Это называется Лонгрид Они могут быть Действительно Длинные Там не обязательно Выкладывать Никакого визуала Никаких фотографий Никаких видео Туда приходят Высказаться На умные темы И пообщаться В комментариях Узнать Экспертное мнение В Инстаграм Идут за визуальным контентом То есть все Что связано С фото Видео Сторис В таком формате Дальше Ютуб Это конечно же Тоже Видео От 10 минут Качественно Сняты Здесь уже нельзя Просто снимать Что-то На бегу Тикток Это Видео До 1 минуты В которых Особо ничего Не напишешь В посте Но это именно Видеоформат Викей Туда приходят люди Для того Чтобы соединиться В какую-то группу И непосредственно В этой группе Общаться Причем Вконтакте Очень много Могу сказать Что очень много Групп По научной Культурной теме И они очень Такие знаете Простым языком Написаны С мемами С картинками Очень хорошо Расходятся И делятся Телеграм Более-менее Сейчас является Такой знаете Модной Современной Площадкой В которой Также приходят Для того Чтобы пообщаться Присоединиться К какой-то Группе По теме И без Того Вот этого Хаоса В новостной Ленте Зайти И конкретно Почитать Новостной Канал Либо группу От определенной Организации Либо личности Твиттер Очень маленькое Количество Символов Там 100-120 Символов Можно написать Такой знаете Просто Свои какие-то Идеи После того Как вы Поняли Что Какую площадку Вы выбрали Вы выбираете Тактику общения Как вы будете Общаться С вашей целевой Аудиторией И конечно Самое главное Нужно измерять Результаты Сколько подписчиков Прорастает Комментариев Лайков Репостов Просмотров И корректировка Данных По необходимости Всегда это нужно Учитывать В заключении В резюме Хотела бы сказать Что продвижение В социальных сетях Научных Культурных Ценностей Это интересный И легко Реализуемый Процесс Самое главное Это адаптировать Сложные темы Под текущее Восприятие Аудитории Которые Различаются На каждой Площадке В социальные Сети В первую очередь Приходит Пообщаться И развлечь Значит Контент Который Даже если Он очень Серьезный От очень Серьезных Личностей Он должен Будет Направлен На взаимодействие С аудиторией Дать возможности Высказаться Они это Очень любят И на донесение Смыслов Простым Языком Спасибо За внимание Илья Дмитриевна Большое вам спасибо Интереснейшая тема Вообще То что вы затронули Потому что Мы сами имеем Вот как фонд Имеем большую практику Работа в социальных сетях Стараемся Это дело продвигать Кстати говоря Идея Вот продвижения Именно И привлечения Вовлечения молодежи Через социальные сети И далее Вот лично у меня Возникла после того Когда я увидел Что шеститомное Собрание сочинений Вот мы говорили Как-то о трудах Миклухмаклая Стоит В разделе Путешествия И люди читают Этот научный труд В удовольствие Листая книгу Я открываю ее И спрашиваю А что ты листаешь Да тут картинок Смотри как много И благодаря Действительно Тому Что был визуальный образ Еще тогда Когда не было интернета Всегда людям Было интересно Пролистать Посмотреть А уже дальше Очень часто И вовлечься В эту интереснейшую тему Вам большое спасибо И очень много Корректировок интересных Я услышал И мы будем это Использовать Потому что Очень важно Конечно же Доносить До многих людей И Следующему спикеру Мне очень приятно Дать слово Это Полина Викторовна Погодаева Тема Интереснейшая Основные достижения Проблемы и перспективы Преподавания русского языка В Малайзии Кандидат исторических наук Старший преподаватель Русского Как иностранно В университете Куала-Умпур Старший преподаватель Сертифицированный Во всех отношениях Поэтому Вам слово Полина Очень приятно Здравствуйте Меня слышно? Да, слышно Так, ну прежде всего Большое спасибо Мне сегодня тоже Очень приятно Присутствовать В такой Компании Здесь Уважаемый Интересный И конечно Более того Увидеть своего папу Который находится Очень далеко В данный момент Если да Может быть Кто-то не знает Я дочка Виктора Александровича Погодаева Я уже живу В Малайзии Почти 16 лет Я сама Востоковед По образованию Закончил институт Страна Азиафрики Примгу Потом приехала В Малайзии Вот здесь живу Занимаюсь языком И местным И русским То есть я В общем-то Про историю Преподавания русского языка Знаю не понаслышке И сейчас Я преподаю русский язык В университете Куала-Умпура Но сейчас Я вам расскажу Об основных Вехах Вообще Преподавания Что здесь Интересного С этим Происходит Так Я вас попрошу Если вдруг Какая-то техническая Какая-то накладка Вы мне сразу Скажите Что есть Полный экран Видно Сейчас я Открою Полный экран Все в порядке Все в порядке Ну для начала История Собственно Что интересно Что преподавание Русского языка Началось в Малайзии Сразу после Установления Дип-отношений Это был 1967 год И Первоначально Преподавался Русский язык В двух университетах И кстати Что тоже интересно Тут просто упоминались Те самые русские Эмигранты А вот В университете Малай Первый преподаватель Это был русский Эмигрант Который жил в Англии И собственно Он первый Кто преподавал русский В университете Малай И также В технологическом институте Соответственно Сейчас он Университет Мара А также На курсах При культурном центре Ну тогда Советского посольства С развитием отношений Возрастал интерес И соответственно Расширялась его география Русский язык Преподавался Долгое время В университете Путра Малайзия В Сверданге И даже Была попытка Открыть На Пенанге Но к сожалению Там долго Преподавание Я не знаю По какой причине Там закрылось В настоящее время Я бы сказала Наверное К сожалению Все-таки География Сузилась По разным причинам То есть На данный момент Преподавание ведется Вот в университете Малая Продолжается И в университете Хуалумпура Вот собственно Я один из преподавателей Ну и естественно Продолжается На курсах Русского языка В Российском центре Науки и культуры Ну который сейчас Все знают Называется Русский дом Интересный момент Что преподавая Преподают русский язык В Малайзии Все-таки Выходцы из России Россияне Носители языка На данный момент В стране Нет дипломированных Преподавателей Из числа малазийцев И вот Я вам честно скажу Из своего личного опыта Вообще Общение с малазийцами Теми кто изучал Русский язык Я наверное буквально могу Просто вот назвать Там может быть Два имени Наверное Ну может быть Три Действительно людей Которые говорят На нем Достаточно свободно А остальные К сожалению Такого уровня Не достигают Опять же По разным причинам Собственно Кто владеет Русским языком Среди малазийцев Ну конечно В первую очередь Это выпускники Российских вузов По оценкам Министерства образования Но это более Десяти тысяч Разных вузов Медицинских Авиационных Технических Лингвистических вузов И вот даже По данным Сатистического сборника Обучение Иностранных граждан Высших Иностранных заведениях Российской Федерации Вот Тут такие цифры Представлены Что собственно Составляют Вот Студенты из Малайзии Они составляют Ну вот К сожалению В последний год Вот у меня данные На 2018 2019 Они составляют Только 1,9% От доли И вообще всех Иностранных граждан Из стран Азии То есть в общем-то Количество студентов Варьируется каждый год Опять же Вот по разным причинам Я расскажу И о нашей программе Дальше Чуть подробнее Тоже объясню Какие бывают причины Корпоративный интерес Естественно Он есть В разное время В разных областях Соответственно Вот опять же Тут на фотографии Вы видите Малайзийского космонавта Которым конечно Всем претендентам Он же был не один Их было несколько Им всем пришлось Пройти конечно Курс русского языка Обязательно Потом например Были Преподавание велось Вот в рамках контракта На закупку самолетов Потом в малайзийской Нефтесервисной компании И вот в инвестиционной Компании XNES Несколько лет Там даже проводилось Два раза в год Был как бы регулярный Курс русского языка Но как правило Конечно Корпоративные Занятия Они узкоспециализированные Они краткосрочные То есть И все равно Конечно Студенты не достигают Какого-то очень высокого уровня Собственно Подготовительный факультет В Юникел В университете Куал-Лумпура Вот который я здесь Представляю Это на базе Малайзийского института Авиационных технологий Это уже с 2005 года Мы активно сотрудничаем С Московским Авиационным институтом В первую очередь Ну так же с другими Техническими Вузами Россия И собственно Чем это уникальная программа Если я не ошибаюсь То это единственное В мире Вообще Подфакт Который Вот не в России То есть Мы активно В течение года В течение Там получается 10 месяцев У нас очень активная Интенсивная программа Как правило Это 20 Ну там 40 Вот сейчас у нас На данный момент 48 студентов Которые Учат русский язык Еще они изучают Математику и физику И на английском Потом чуть-чуть По русским Тоже некоторые термины И потом они Соответственно Едут в Россию Там сдают Экзамен Вот это собственно ТРКИ русский Как иностранный И поступают в университет И учатся там Уже на русском языке Могу сказать Чем эта программа Еще интересна Тем что Этот курс У нас Вот эта программа На основе На базе МИАТа Это собственно По стипендии По государственной стипендии То есть у нас Это студенты Скажем так Ну словно Назовем им Такие юные таланты Которые Сдают на отлично Все экзамены Приходят к нам То есть мы имеем Дело с абсолютно Мотивированными Очень умными Студентами Соответственно Русский язык Для детей Соотечественников Ну я могу Сама сказать Я здесь живу Уже 16 лет У меня тоже дочка Здесь Соответственно Ей 14 лет И таких же Здесь много Таких же мам У которых дети Конечно проблема Русского языка У нас вообще Стоит в первую очередь Причем надо понимать Что основная проблема В том Что все-таки Дети ходят Здесь часто Либо в местные Государственные школы Где преподавание Ведется на малайском Китайском Языках Ну вот моя дочка Например ходила В китайскую школу Или международные школы Где преподавание Ведется на английском языке И конечно Вот это влияние Языков Среды Оно влияет На собственно Русский язык Постепенно теряется И поэтому Вот эта проблема Здесь Билингвизма В Малайзии Она стоит Очень остро Поэтому для нас Вот эта вот Основная цель Собственно уберечь И язык сохранить И конечно Какую-то Вообще Принадлежность К культуре К этносу Чтобы у детей Оставалось Ну собственно Одна из причин Почему вот Я сейчас хочу сказать О частных инициативах В прошлом году Мы создали Центр Частный Центр Абсолютно частный Не связанный Ни с какими Государственными структурами То есть Он не финансируется Никакими тоже Никакими структурами Абсолютно частная компания Здесь в Малайзии Впервые создана Школа Ну центр русского языка Условно его назовем Дача называется И вот мы активно ведем Занятия Собственно Вот для таких детей Билинглов То есть Мы разрабатываем Программы Специальные для них Потому что Все-таки Программа Например Российской школы Для таких детей Не подходит По многим причинам Собственно Мы смотрим На что детям нужно Пытаемся адаптировать Какие-то тексты Для них То есть Программа Охватывает Все Не только язык Это тот же Окружающий мир Там литературное чтение И история И еще Мы подписали договор С Санкт-Петербургским Университетом С центром языкового Тестирования И о проведении Вот этого Международного экзамена По русскому языку ТРКИ И вот в апреле Этого года Впервые в Малайзии Будет проведен Этот экзамен И вот собственно Вот это Невыговариваемое слово Которое у меня Стоит Я являюсь Единственным сертифицированным Тестером Этого экзамена В Малайзии То есть я прошла Специальное обучение Мы считаем Что этот экзамен Как бы достаточно Недооценен Может быть в мире Но он дает Огромную мотивацию Во-первых Он дает Шанс Учиться в России Вот как наши студенты Это делают А во-вторых В принципе Для иностранцев Которые учат Русский язык Как бы достичь Какого-то уровня Там сначала А1 Потом А2 И так далее И получить Диплом Международного образца Как бы Это очень большая Мотивация И большая победа Собственно Лингофилологические Литературные Контакты И достижения Ну с гордостью Могу сказать Что конечно Виктор Александрович Погадаев Мой папа Внес огромный вклад Вообще В эту область То есть На сегодняшний день Опубликовано Очень много Переводов В произведения Русской Советской литературы На малайский язык Они продолжают выходить Помимо этого Еще он является Автором Энциклопедий И русско-малайзийских И малайско-русских Ой простите Русско-малайских И малайско-русских Словарей И он Является Еще Но я сейчас Об этом Чуть позже скажу Одним из важных Технических достижений В области изучения Русского языка Стало Вот это Разработанное Приложение Малайзийским студентам Для Обучения Русскому языку Он даже Получил Собственно Золотую медаль В категории Образовательной технологии За такое достижение Конечно При всех достижениях В общем-то Которых Вот это Преподавание Русского языка В Малайзии Достигло Конечно Все равно Существуют проблемы О которых Стоит сказать Но в первую очередь Конечно Необходимо Расширение Географии Преподавания Потому что На данный момент Все в основном Средоточено Столицы Малайзии Куала-Лумпури И мы Конечно Надеемся Что Как бы Будет возможность И физически Расшириться Как бы Центры открывать И в других штатах И Конечно С помощью Онлайн-технологий Возможно Будет Обучение Русскому языку Собственно Не только Для местных Граждан Но и Для тех же Детей Сотечественников Также Второй В общем-то Проблема Является То Что Достаточно Мало Именно Профессиональных Преподавателей Русского Языка Как иностранного В Малайзии И вот Именно Подготовка Таких Специалистов И я бы сказала Профессиональная Переподготовка Она Конечно Требует Больших сил И вложений И вообще Времени И конечно Вот мы Надеемся Все-таки Когда-то Мы сможем Вырастить И среди Малайзийцев Таких Специалистов Которые Смогут Хотя бы На каком-то Уровне Преподавать Русский Язык И конечно Вот составление Учебника Это тесно Связано По русскому Язуку Именно на Малайском Языке Поскольку На данный Момент Все материалы Они все-таки Ориентированы Главным образом На англоговорящих И вот здесь Опять же Я хочу С гордостью Упомянуть Виктора Александровича Который Собственно Является Автором Пособия Разговорный Русский Быстро Легко На малайском Языке И помимо Этого Я могу Сказать Что мы На базе Нашего Факультета На базе Нашей Программы Русскоязычной В университете Куала-Лумпура Мы сейчас Тоже работаем На базе Материалов Которые Были разработаны Татьяной Львовной Родиной Которая Здесь очень Долго Преподавала Собственно Я тоже Помогала Поскольку Я знаю Малайский Язык Мы Стараемся Адаптировать Материалы Для Именно Для Малайских Студентов То есть Какая-то Грамматика Объясняется Тоже С точки Зрения Малайского Языка Чтобы Им Было Понятнее Какие-то Реалии Какие-то Упражнения Какие-то Тексты Чтобы Тоже Были Связанные И Были Им Понятны И Кстати Здесь Тоже Вот Сегодня Упоминался Этот Аспект Я могу Сказать Тоже С гордостью Сказать Что Мы Например В курсе Я вообще Не представляю Преподавание Русского Языка Без Преподавания Еще Какой-то Культуры Истории То есть Это Настолько Взаимосвязано Что У нас Например Студенты Едут в Россию Очень Хорошо Подготовленные То есть Они знают И Об истории Какие-то Основные Моменты И Основные Я бы Сказала Какие-то Памятники Культуры И музеи Естественно В Москве В Санкт-Петербурге В основном Но Они Об этом Знают Вообще Представляют Собие Географию России То есть Это Конечно Необходимо Ну Вот Наверное На этом И все Если у вас Какие-то Вопросы Я готова На них Ответить Очень Интересно Большое Спасибо Буквально Сейчас Еще Один Небольшой Доклад И Мы Перейдем К вопросам Если Позволите И Я Сейчас На данный момент Хотел представить Не представить А Рассказать Поскольку Это моя очередь Непосредственно Представить Путешествие Миклуха Маклая Рассказать О Увлекательных Путешествиях В джунгли И экспедициях Николая Николаевича Миклуха Маклая Откуда Были собраны Невероятнейшие Коллекции Малакхский Дневник Который хранится В русском Географическом Обществе И Некоторые Те Исторические Факты Которые Артефакты И рисунки Которые Сейчас Могут быть Представлены Только В России И которые Сейчас Могут Познакомить С некоторыми Традициями Культуры И Граждан Малайзии Которые Были 150 лет Назад Евгений Поможете Мне с презентацией Если позволите У вас там Она включена Значит У нас Презентация По-английски Говорим мы По-русски Но потом Соответственно Для того Чтобы можно было Потом Задать вопрос У нас Сейчас Есть Среди Нас Все-таки Участники Которые Которым Было бы удобнее На английском Языке Это все Дело Представлять А мы И так В принципе Все Видим Ну Сегодня Во-первых Мне Мне очень Приятно Выступать Потому что Эта конференция Посвящена Действительно 55-летию Дипломатических Отношений Которая Еще Началась 3 апреля 1967 Года В период Советского Союза И Малайзии Когда были Установлены Дипломатические Отношения Об этом Сегодня Говорилось И Я Конечно Не могу Не упомянуть Что Сами Контакты И Начались Еще задолго До дипломатических Отношений В период Экспедиции В 1874 75-м Году На полуострове Малако Где ныне Располагается Материковая часть Малайзии Именно там Проводил Свои исследования Наш Выдающийся Соотечественник Ученый Гуманист И путешественник Действительно Путешественник Потому что Путешествия Его были В 150 Точках По земному Шару Но Каждый Он смог Оставить Тот след Который Сейчас Может быть Полезен Для потомков И Описывая Его первую экспедицию Экспедицию Николая Николаевича Миклухамакаев В джунгли Малака Она началась В декабре 1874 года И продолжалась До февраля 1875 года Его история Путешествия На территории Сегодняшней Малайзии Началась Когда Пароход На Моа На котором Русский ученый Плыл Из Батавии И ныне Это Джакарта Индонезии Вошел в гавань Сингапура Тогда еще Это был порт На небольшом Одноименном острове В южной части Полуострова Малака И оттуда Николай Николаевич Отправился В султанат Джахор Учитывая Несметные Природные богатства Полуострова Прежде всего Мы знаем Что это Огромные Залежи Олова Английские купцы Неоднократно Посылали Из Сингапура В Лондон Петиции С призывом Захватить Султанаты Малаки И ряд из которых В наши дни Входит сейчас В состав Малайзии Сэр Эндрю Кларк Назначен На тот момент Губернатор С поселений Пролилов В сентябре 1875 года Получил задание Присоединить К Британской Империи Эти султанаты И не ограничиваясь Самым южным Султанатом Джахором Который Сейчас На настоящее время Является Штатом Одноименным Штатом Малайзии В то время Это была Зависимость От британских Властей И в течение В то время Когда Миклуха Маклая Путешествовал В течение года Сам Кларк Назначенный Губернатор Которым я сказал Завевал Два больших Султаната В западной части Полуострова Это Те же самые Штаты С тем же Ныне Одноименные Штаты Малайзии Ирак И Силанго Вскоре Вот после прибытия Миклуха Маклая Английский Губернатор Радушно Принял Русского Путешественника Но Как я сказал Ранее И в его Мыслях Были Завоевания Соответственно Он делал Это не Без умысла Для него Миклуха Маклая В первую очередь Был Не просто Путешественником А человеком Которым Под силу Отправиться Во внутренние Районы Малаки И собрать Информацию Полезную Для Дальнейшего Расширения Колонии И впоследствии Русский Ученый Распознал Эти планы Надежно Он Сберег Эту информацию О малайском Населении Не распространил И не опубликовал Нигде Далее Я об этом Скажу Два слова В то время Был Миклуха Маклай Исследователем Во многих Николай Миклуха Маклай В то время Был первым Исследователем То есть До него Никто Ранее Не проводил Ни исследований Ни записей Не проводил Экспедиции Не побывал Ни один европеец До того Как он Те районы Которых я сейчас Упомянул И которые В дальнейшем Упомяну Именно потому И у губернатора И его подчиненных Не было сведений Никаких Миклуха Маклай Для них был Очень ценным Человеком В этом плане Ни о рельефах Ни о реках Ни о составе Ни о численности Населения Ни о составе Этого населения Отношения между Местными лидерами Не были понятны И между племенами Точно так же Стоит обратить Внимание на то Что в те времена Была еще одна Крайне примечательная Фигура Вот сейчас Мы как раз Видим его Это Правитель Султаната Джахкор По имени Абубакар Награжденный Британским орденом Получивший От лондонского Правительства Титул Махараджи Абубакар Прекрасно Говорил по-английски Бывал в Великобритании Охотно Перенимал Европейские Технические Нововведения Но При этом Оставался верен Обычаями Религии Предков И во время Научной работы Миклух Макая Когда он Занимался Его принял Абубакар По той причине Что он был известным Миклух Макая На тот момент Исследователем Он с радостью Принял приглашение Так как Любил тишину Абубакар Он предложил ему Переселиться В его дворец В городе Джахар-Вару Ныне Одноименный И второй По населению После Куала-Лумпура В столице Султаната Джахар Чтобы там В столице Султаната Джахар Он как раз И продолжил Свою работу Под покровительством Абубакара Который Ну Способствовал И давал Все условия Возможность Для спокойной Тихой работы Потому что Миклух Макай Обожал Тишину Именно в этот Период Времени Именно когда Была тишина Он очень Продуктивно Работал Ну Перед своей Экспедицией По полуострову Мака Султан Способствовал Ей И снабдил Русского ученого Окранной грамотой Написал По малайски Арабской Вязи В ней Всем Джахарским Чиновникам И старостам Деревень Предписывалось Помогать Русскому Ученому Который Желает Осмотреть В первую очередь Леса Зарисовать И Сделать Записи О Традициях Культуры Населяющих Их Людей Уже 15 декабря 1874 года Миклух Макай Отправился В свою Первую Экспедицию По Землям Сегодняшней Малайзии В сопровождении Помощников Из поселения Ленга Ныне Это Малайзия Встать Ныне Прошу прощения Ныне Малайзия Встать Джахар В начале Своего Путешествия По Малаке Миклух Макай Бороздил На Плоскодонке И Такой Не очень комфортной Реку Муары Побывал в деревне Кипонг Ныне Пригород Куалумпур Где Уже Местный Старейшина Пожелал Лично Сопровождать Именитого Путешественника До следующей Уже Малайской Деревни Миклух Макай Внимательно Изучал Образ Жизни Нравы Обычай Малайцев И Посещая Деревни На Основное Время Уделял Поиску Изучению Арангутанов По-малайски Это Лесные Люди Которые Он Полагал Могут Быть Родственные Папуас Новой Гвинеи Вы знаете Что Миклух Макай До этого Проводил Свои Исследования В Новой Гвинеи И На берегу Макая Многое Времени Провел С папуасами С этническими Папуасами Северо-восток Острова Новой Гвинеи И он Считал Что Они Родственные Папуасы Новой Гвинеи В целом Относятся К меланезийской Расе Лесные Люди Сами В султанате Джахор В большинстве С вами Принадлежали Джакунов И По просьбе Миклуха Макая Старосты Малайских Деревень Устраивали Ему Встречи Встречи С лесными Людьми Которых Вот он Как раз Искал Для изучения А позже В лесах Малаки Исследователь Иногда Сам Наталкивался На них И на их Временные Поселения Обычно Они Располагались На лесной Поляне Или речном Берегу В этих Случаах Он Устраивал Привал На день-два И Погружался В изучение Культуры Описывал Не Вторгаясь В их культур А именно Смотрел Наблюдал В этом Кстати Была его Особенность Ну и С большой Тщательностью Конечно Миклуха Макая Составлял Саваре Основных Слов Из местных Диалектов Отмечал Сходство В отличие И отличие От малайских Эквивалентов Ну и Более того Время пребывания На Малаке Миклуха Макая Основательно Изучил малайский Язык Он превосходно Мог общаться С коренными Жителями И в течение Дня Ученый Обычно Делал Небольшие Заметки Наброски Будущих Рисунков А вечером Преследить Факел Вносил Более подробные Записи В дневник А зарисовки Превращал В более тщательные Проработанные Рисунки Несколько Десятков Таких Рисунков Уцелели И представляли Действительно Большой интерес Не только В научном Но и В художественном Отношении Он хороший Рисовальщик Был Но в отличие От художника Он четко Передавал Ту информацию Которую Необходимо Было Передать Поэтому По его Рисункам Фактически Мы можем Составлять Историю Фактически Язык Определенный На основании Которого Мы можем Изучать Историю И соответственно Временами Находился Он Сделал Немало Рисунков Если мы Будем продолжать Дальше То Побывав На реке Сембронг Приток Эндау Ныне На то же Место На том же месте Располагается Одноименный Город Почему я сейчас Все это перечисляю Потому что Это многим Знакомо И реке Мадек Другого притока Сембронга Русский ученый Направился На юг В реке Реки Джахор В сторону Джахор-Бару Где располагался Уже конкретно Дворец Султана В котором он И Не отдыхал А работал Отдыхал И работал Николих Маклай Быстро Спустился По этой Горе И До города Котан Тинги Ныне Он сохранил Свое название И В новом городе Русский ученый Увидел Совершенно Иной Пейзаж Кругом Виднелись Рощи Плодовые Деревья Сады Плантации Эту местность Населяли Малайцы В Хотатинге Русский путешественник Также приветствовали Представителя Султана Затем На парусном Сунде Присланном За ним Абубакаром Уже Микуха Маклай Прибыл В Джахор-Бару И в январе Феврале 1875 года Вот после Первой своей Экспедиции В Джунгли Малаки Где не ступала Еще тогда Нога европейца В местных газетах Появилось интервью С русским ученым О его Захватывающем Путешествии А телеграфные Агентства Разнесли Известия О возвращении Микуха Мака Из Джунглей Малаки По всему свету Мы можем Много Говорить Потому что Я только сейчас Первое путешествие Описал Один из Немаловажных Моментов Микуха Мака Был На многих Конгрессах Естествоиспытателей Одна из его Идей Была Это Чтобы Весь мир Был усыпан Биологическими Станциями Которые бы Располагались На берегу Море и океанов Позволяли Давали Возможность Непосредственно Ученым Путешествия По ним Изучать мир И смотреть Те изменения Которые Там могут быть Поэтому Одна Из Целей Его Была Это Построить Биологическую Станцию Он об этом Говорил Непосредственно С Султаном Однако В период В период Того отдыха После первой Экспедиции Из-за Из-за Обострившихся Проблем Со здоровьем Именно Вторую Экспедицию Ему Пришлось Отложить В этот Период Он Как раз Готовил Проект Этой Биологической Станции И Должен вам Сказать Что Во время Именно Того После первой Экспедиции Миклуха Макай Не терял Времени Даром Он Привел В порядок Систематизировал Уносил Дополнительные Записи Материалы Своего Предыдущего Путешествия И Продолжал Работать На Логические Заметки О поплассах Берега Макая То есть В принципе Его Благодаря Действительно Гостеприимству Абул Бакара Ему Удалось Возможность Действительно Внести Сделать Серьезную Работу И Внести Нефть Коррективы В его Исследования В период Того Как он Мог Спокойно Писать На Основании Своих Исследований В период Конечно же Вот Я вам Говорил Что он Хотел Открыть Берегическую Станцию Он Договорился И говорил С Абул Бакаром Для того Чтобы Недалеко От Джахор Бару Он Облюбовал Небольшой Коум Который Образует Мысок В Джахорском Проливе Отделяющий Именно Сингапур От Острова Малака И попросил Абул Бакара Продать Этот участок Не просто Подарить Султан с восточной Учтивостью Не стал Отказывать Именитому Гостю Но Никаких Бумаг Не было Составлено Вот Через Некоторое Время Через Два Месяца Он Все же Отказал А так У Миклуха Макая Была Идея Назвать По-малайски Место Покоя Или Тампан Синанг Спустя Вот Как я Сказал Два Месяца Он Отказал Но Через Некоторое Время Все равно По Этому Проекту Уже В Сидне В заливе Отсенбей Уже В Австралии В 1881 году Была Открыта Биологическая Станция Касаемо Второй Экспедиции Кратко Небольшой Обзор Началась Она 15 Июня 1875 года В сложной Обстановке Недовольны Высокими Налогами Местные Жители В султанатах Пирак Силангори Федерации Негри Симбилан Это не Одноименный Штат В составе Малайзии Выступали Против Планиальных Властей Доброжелатели Предупреждали Русского Ученого Что Ждут Большие Опасности Так как Действия Колонизаторов Вызвали Неприязнь К европейцев Ну и Соответственно Могли На нем Отразиться Несмотря на То что Он Не относился К ним И Независимо От этого Он Не побоялся 15 Июня 1875 Путешественник Отправился Из Джахорбару В новую Экспедицию Снова Помог Султана Бубакар Поднявшись По рекам Джахори Эндау Путешественник Добрался До северных Пределов Владения Бубакара На стыке Султанатов Джахори Пахан Николих Маклай Уважительно Относился К местным Жителям Прибегнул К тактике Которая Помогая ему В первый Период Пребывания На берегу Маклай О котором Он в первую очередь Приближался К деревню Предупредив О том Что он идет Показывал Это звуком Или же Отправляли Соответственно Малайцев Которые его Сопровождали И они Непосредственно Говорили о том С какой целью Идет Микух Маклай Это важная Кстати говоря Была Частью его исследования Позволяла Войти в хороший Контакт Ну Если говорить О том Что произошло Далее То есть Он Конечно же Описывал Это очень подробно Русский ученый Примыл в Пекан Неодноменный город Малайзии Столицу Султаната Пахан Где встретился С местным правителем Пахан И рассказал О своих намерениях Я местный Султанат Оказал Помощь Путешественнику Микух Маклай Поднялся По реке Пешком Все это Экспедиционная Действительно Работа Небольшой хребет Добрался До верховья Реки Лабир Здесь сильно Была пересеченная Местность Уже на стыке Султанатов Пахан Килан Тренгава Микух Маклай Обнаружил В нескольких местах Уже лесных людей О которых я ранее говорил По своим Антропологическим Признакам Близких По его мнению К папуасам Новой Гвинеи Ну вот Ведя кочевой образ жизни Уходя под напором Малайцев Все больше В горы И леса Полуострова Они остались Стали неспешными Еще Больше Сохранились Сохранили Свой язык Соответственно Мы можем Говорить Очень много О его Экспедициях Перечислять Те места Которые Многим Сейчас знакомы Но Самое главное Что произошло Благодаря Его первым Исследованиям Во-первых Он сохранил И дал Возможность Сейчас нам Ознакомиться Благодаря Его малайскому Дневнику С большим Количеством Записей Которые имел В течение Всего этого Времени Этот Дневник Который Представлен Сейчас Он Хранится В русском Географическом Обществе В Санкт-Петербурге И доступен Абсолютно Для каждого Оцифрованные Копии Сейчас Существуют И можно Посмотреть На сайте Русского Географического Общества В Санкт-Петербурге Архива И фактически Это Возможность Познакомиться С традициями Культуры Как нам Так и Всему Мировому Сообществу Но самое Главное Я считаю Что тем Коренным Жителям И самим Малайцам Со своей Историей Которую На тот момент Описывал Миколуха Макая Очень Хорошо Важный Момент В период Своих Экспедиций Обладая Невероятнейшими Знаниями О традициях Культуры Он все Эти Статьи Не опубликовал И вот Не дал он Ход публикациям Несмотря на то Что это могло Действительно Дать ему Хороший Определенный Научный Статус Для того Чтобы ни в коем Случа Эти публикации Не могли Использоваться Колониальными Властями Это вообще Его политика Которую он Продвигал Сохранением Культурных Традиций Ценностей Которые Есть у народов Никоем Случа Не вмешиваясь В их Не навязывая Никакой Своей Политики Своих Традиций Он старался Это все дело Уберечь И именно Тем ценны Его исследования И тем ценны Его идеологические Наследия Которым ранее Говорилось О равенстве Расы народов Мне Приятно Вам Экспедициями Кохмака Это первая экспедиция Первопроходца Нашего отечественного И приятно То, что у нас Сейчас сохраняются Связи по многим Направлениям И что этот год Посвящен 55-летию В период Который мы можем Много обсуждать Разных аспектов Отношений России И Малайзии У нас Есть сейчас Коллеги Которые Хотели бы Тоже выступить И наверняка Есть вопросы Да Мне даже Пишут Что я Сейчас Могу представить Мне очень приятно Что я могу Представить Так Так Представить Наркиз Сафарова Да Действительно Как мне приятно Что я могу Сейчас представить Действительно С докладом Это независимый Эксперт по Юго-Восточной Азии И Не просто А посол По туризму Министерства Туризма И искусства И культуры Малайзии И вот Как раз Тема выступления О сотрудничестве В сфере туризма Пожалуйста Наркиз Вам слово Прежде всего Хотела бы Поблагодарить Всех Поприветствовать Вообще Всех Присутствующих В данном мероприятии Очень рада Всех видеть Потому что Вижу лица Друзей Партнеров И Конечно Очень приятно Было послушать Всех Предыдущих Спикеров Я бы Хотела Подчеркнуть Свою Как бы Свою Такое Душевное Участие В вашем Мероприятии Потому что Мне все Очень близко Все что говорили Очень знакомо Я являюсь Специалистом Многогранным Поэтому Каждого спикера Я понимала С очень большим Профессиональным Подходом Я бы хотела Поприветствовать Особенно Погодаева Потому что Мы давно С ним работаем Давно знаем Друг друга Его Дочку Тоже И мне Очень приятно Их Сегодня Здесь Видеть Потому что Я Виктора Погодаева Не видел Давно И даже Не поздравляла Его С юбилеем Поэтому Поздравляю Вас С юбилеем Помним Вас Помним Ваши Труды И Очень рада Сегодня Сказать Наверное От себя То что Вот Тот формат Который Сегодня Значит Был предоставлен Каждый Что-то Немножко Сказала По себе Я тоже Хотела Сказать Себе Что Я являюсь Полиглотом Знаю Несколько Языков И Так что Я могу С вами Общаться Но Мой Родной Язык Любимый Язык Это Русский Язык Русский Язык На котором Я могу Выражать Свои Эмоции Писать Говорить Очень И При этом Я могу Наверное Понимать Через Русский Язык Русскую Душу Потому что Я училась На русском Языке И Я Несертифицированный Специалист Но при этом За моей спиной За моими Как бы Плечами Шесть Человек Которых Я обучила Русскому Языку Так что Они Свободно Говорят На русском Языке Понимают И Благодаря этому Очень любят Россию Делала я это Самостоятельно С удовольствием И Благодаря этому Сейчас Взрастила Специалистов Которые Малайцы Которые Изучают Россию Как Туризм Как Направление По Туризму Ну вот Наверное Еще я могу Сказать о том Что Я один из Первых Специалистов Который Начал Подвигать Малайзию На российском Рынке А сейчас Мне очень Еще интересно Говорить О том Что Какие Перспективы У России В Юго-Восточной Азии Потому что Юго-Восточная Азия Конечно Это 10 стран Асиан Которые Всегда Интересовались Россией И считают Для России Юго-Восточной Азии Экзотика Так и для Жителей Людей В Юго-Восточной Азии Россия Тоже Является Экзотикой И это Настолько Далекие Миры Друга Друга Настолько Они Противоположны И религиозны И культурны И Очень Быстрый Профессиональный Срок Каждого Специалиста Что Нужно Всегда Конечно Взращивать Новых И новых Поэтому Бесконечный Будет Интерес Бесконечный Будет Возможность Друг Друга Обучать Соединять Друг Друга Через Культурные Программы Через Язык Прежде Сего Наверное Мне бы Хотел Еще раз Подчеркнуть Что Те Условия Которые Сейчас Созданы Благодаря Новым Проектам Благодаря Интернету Всем Намного Легче Изучать То Что Ему Интересно Фокусироваться На том Что Ему Интересно Россия Всегда Будет Интересно Для Малайзии Для Сингапура Для Индонезии Таиланда Какой-то Регион Может быть Чуть Меньше Кому Какой-то Регион Чуть Больше Но Здесь Все Зависит От Нас От Людей Которые Могут Через Язык Через Культуру Доносить И гореть Своим Сердцем Конечно Это Очень Важно И То же Самое Для Со стороны России То же Самое Представлять Здесь Свою Культуру Свои Традиции Поэтому Мне бы Хотелось Сказать Еще о том Что Мне довелось Общаться Дважды С Туммахадиром Мне довелось Общаться С многими Премьер-министрами Не одним Лично И Я всегда Ощущала Поддержку В какой-то В степени Даже Восторг И По отношению К себе Потому что Я не зная В свое время Английского языка Не зная Естественно Бахаса Мулай Бахаски Язык Бахаса Проявляла Колоссальный Интерес Это Я не знаю Даже Мне трудно Сказать Откуда Это было Во мне Но я Проявляла Колоссальный Интерес Именно к культуре К этносу Очень много Сама Изучала Самостоятельно Историю Традиции Культуру И это Очень искренне Очень важно Как Например Для любого Русского Человека Возьмем Сингапурцы Или Индонезийца Или Малайца Который Будет Влюблен В русскую Культуру Будет Интересоваться Это будет Очень долгий Его период Поэтому Конечно Такое Вот Искреннее Отношение К данному Региону И тем более К Малайзии Вызывало Всегда Поддержку И Ну Такое Даже Можно сказать Отношение Как Любовь К Моей Персоне Поэтому Здесь Еще Очень Такой Момент Что Благодаря Вот Таким Своим Знаниям Умениям Связям Я Смогла Как Быть Полезной Во многих Во многих Таких Мероприятиях И Мне Посчастливилось Перевозить Первые Группы Туроператоров Турагентств И Когда Не было Еще Интернета Невозможно Было Даже Не было Фотографий Не было Телефонов Мы Начинали Пользоваться Пейджерами В свое Время И Открывать Этот Регион Для Русскоязычных Агентств Туризма Возить По Регионам И показывать Туризм Налаживать Связи Дружить Наслаждаться Поездками И Поддерживать Такие Культурные И Профессиональные Отношения Поэтому Я бы Хотела Наверное Пожелать Всем Сил Духовных Душевных Энергии Для того Чтобы Уметь Дружить Уметь Любить Уметь Сохранять Свою Историю Свою Культуру И Обязательно Обязательно Налаживать Вот такие Двухторонные Связи Несмотря Ни на Какое Время Мы Пережили Разные Времена И распад СССР И Когда Здесь были Всякие Всевозможные Кризисы Там 98 Года Я очень Хорошо Помню 2008 Года Тоже Были Разные Кризисы Сейчас Тоже Мы Испытываем Такой Период Кризиса С началом Ковида И Немножко То Что Сейчас Происходит Но При этом Любой Профессионал И любой Специалист Должен Находить Силы Чтобы Подолжать Свою Деятельность Поэтому Я бы Хотела Наверное Еще Сказать Николаю Николаевичу Лично Спасибо За такую Работу Которую Вы проводите Потому что Любой Фонд Любая Интеллектуальная Работа Это Конечно Огромный Труд Сейчас Легче Привлечь Людей На Вечеринку На Какие-то Такие Развлекательные Мероприятия А вот Привлечь Людей Там Где Интеллектуальная Работа Сложнее Но Вы Делайте Свою Работу Это Приятно И Плюс Скоро Сему Может быть Мы Когда-нибудь С вами Исправим Такую Ошибку Или Недоработку Может быть Мне бы Хотелось Быть Лично Членом Русского Географического Общества Мне бы Лично Хотелось Быть Участвовать Быть Участником Общества Когда Я Приеду В Москву Я Конечно Обязательно Приду Лично Потому Что Я Много Раз Была В Доме Дружбы Раньше Он Назовался Дом Морозова Я Я Помню Когда Еще До Советского Союза Бывало Там Не Один Раз И Поэтому Мне бы С удовольствием Хотелось Прийти И Стать Лично Персонально Участником Членом Русского Географического Общества И Приносить Свой Вклад В Дальнейшее Развитие Отношений Поэтому Вот Такие Пожелания Мы Можем Безусловно Способствовать Всему Я вам должен Сказать Что Русское Географическое Общество Все-таки В большей Степени Изучает Земли Относящиеся К России И Поддержка Макая Была Исключение Из правил Потому что Было Достаточно Далеко Но Это Конечно Большое Большое Дело Вы Можете Дистанционно Вступить Я уверен Что Сейчас Благодаря Нашим Возможностям Если Нужно Будет Поспособствовать Эту Каким-то Образом Вообще Дело В том Что Вот Изучение России Она Для меня Как Огромной Страны С невероятной Культурой И Для меня Это Огромное Счастье Потому что Мне пришло Я Очень много Путешествовала По России Я знаю Россию Больше Чем Многие Русские Которые Проживали Потому что Те Возможности Которые У меня Были Объездила Все Золотое Кольцо Регионы Северного Кавказа Была На Камчатке Не Единожды То есть Москва Питер Это Мои Родные Места Которые Я Езжу Там Много Много Лет Поэтому Конечно Для меня Было Большое Счастье Быть Членом Географического Общества И Таким Образом Промотировать И Здесь Продолжать Через Русский Язык И Через Культуру И Через Членство В этом Обществе Продвигать Расистское Направление Спасибо Вам Большое Спасибо Большое За Ваш Доклад Мы Сейчас Переходим К Следующему Докладчику Докладчику И Нам Действительно Повезло Вообще С Той Плеядой Людей Которые Сегодня Нам Согласились Выступить С докладами Это Доктор Айзман Айоб Который Сегодня Выступит С докладом Я К сожалению Сейчас Не вижу Всех Деталей Он Сейчас С нами На Связи Отлично Россия Малайзия Пожалуйста Передаю Вам Слово После У нас Будет Еще один Спикер Если Позволите Доктор Доктор Азман Говорит На Английском Нам Надо Выбрать Канал English You'll Need To Choose The Channel Good Evening Everybody Greetings From Shalom I'm Staying In A City Я Нахожусь В городе Шахалон Я буду Говорить На Английском Я К сожалению Не Говорю По-русски Хотя Я Смотрю Сериалы На Русском Языке Я Смотрю Детективы Они Сейчас Очень Популярны Я Постараюсь Быть Кратким Большую Часть Уже Сегодня Все Обсудили Я Бо Хотел Поделиться Интересными Историями Об Отношениях Между Малайзией И Россией Я Думаю Об этом Человеке Мы Уже Говорили Сегодня Много Подробно Этот Исследователь Антрополог Этнолог Ботаник Зоолог Николай Николаевич Неплохо Маклай Это Первый Русский Который Вообще Посетил Наш регион И Действительно Он Посетил Очень Много Регионов О чем Мы Только Что Услышали Он Посетил Практически Все Современные Штаты В Малаке Он был Дважды В конце Января 1875 Года Это Было И Конечно Он Обрисовал Карту Которую Вы Тоже Сегодня Говорили И Он Начал Путешествие По Малайе С Южного Штата Джохор И Действительно Султан Помогал И Вы Тоже Об этом Уже Сказали Я Не буду Повторяться Он Пытался В своей Работе Найти Свидетельство Того Что На Малаке Проживали Народы Другие Народы И Мы Мы Видели Очень Много Фотографий Правителя Аву Макара Считалось Что Он Близкий Друг Миклоха Маклая Он Понимал Важность И И Конечно же Он Также Помогал Миклоха Маклаю Направлял Ему Рекомендательные Письма Это Помогало Ему В исследовании И В передвижении По Полуострову Также Он Помогал В организации Научной Миссии И Есть Тому Задокументированные Свидетельства И Плохо Маклаю Было Не Сложно Было Не Просто Тогда Не Было Хороших Дорог На Полуострове Также Реки Были Очень Узкие Часто По ним Было Очень Трудно Проплыть Джунгли Были Очень Густыми И Несмотря На все Эти Сложности На Плохо Маклаю Удалось Зафиксировать Множество Свидетельств Об Аборигенных Народах У нас есть Местный Диалект И Мы Говорим Следующий Термин Аборигенные Аборигенные Общества Если Говорить Баронгутана О которых Вы говорили Действительно Это Люди Которые Живут Если Дословно Практически Как Животные И Эти Народности Они Действительно Населяют Именно Этот Регион И Отсюда Собственно И Название Животного Мы Говорим Оран Асли Оран Асли Это То Как Мы Называем Сам Народ Также Погибшие Моряки В 1914 Году Начало Первой Мировой Войны И В Пенанге Расположено Расположено Кладбище На котором Покоятся Моряки И Также Здесь Можно увидеть На карте И Можно Даже Из России Загуглить И Найти Где Находятся Эти Могилы Первой Мировой Войне Чинг-Чунг Круиз Точнее Судно Российской Федерации Должно было отправиться Территорию Гонконга И В сентябре Он направился В сторону Сингапура Сопровождая Французские Суда Спустя Пять дней 17 Сентября Это Это судно Чинг-Чунг Отправилась В Пенанг Порт Сопровождая Четыре Транспортных Судна Из Пенанга Чинг-Чунг Отправился За немецким Судном Но были Определенные Технические Сложности 15 октября 1914 Года Эмдем Это судно Немецкое За которым Отправилось За которым Отправилось Судно О котором я говорил Вернулось В Порте Пенанг И Им удалось Начать Атаку Чинг-Чунг Загорелся Он сильно Пострадал И Местные Рыбаки Из числа Малайцев Показали Помощь И Около 80 Русских Моряков Были убиты В результате Этого Нападения Судна Эмдем Нападение Было Неожиданным В результате В память О Погибших Моряках Этого Судна Было Воздвинут Памятник И Советские Моряки В 72 И 87 Году Также Реставрировали Этот памятник Если говорить О дипломатических Отношениях Официальные Дипломатические Отношения Были установлены 3 апреля 1967 Года С Малайзией Между Малайзией Советским Союзом Было Также Подписано Торговое Соглашение В 70 Году Первая Группа Российских Студентов Приехала Изучать Малайский Язык Университет Малая На изображении Можно На фотографии Видеть Первых Студентов Я не знаю Может быть Господин Погадаев Среди них Прямо здесь На фотографии Да Я не знаю Кто именно Из них Я может быть Не узнал Вскоре Эти студенты Стали Прекрасными Специалистами По своей Стране И они поддерживают Тесные связи С Малайзией Конечно Есть и другие Выдающиеся Студенты Выпускники Дипломатические Отношения Между двумя Странами Конечно Имели Взлеты И падения Особенно Это касается Восьмидесятых Годов Затем Связи Между двумя Странами Между Россией И Малайзией Улучшились Это касается Девяностох Годов Тогда Было Во главе Стран Находились Карбачев И Махатир И лидеры Малайзии Посещали С официальным Визитом Малайзией Второй премьер-министр Малайзии Том Розак Это 1972 Год Премьер-министр Он Приехал В Россию С официальным Визитом В 1979 Году Махатир Мухаммед Несколько раз Посещал Россию В 1985 1987 1999 И 2002 Год Туанко Джафар Посещал Россию В 1997 Году Затем Глава Одного из самых Малайзии Сера Джудин Также В 2005 Году Приехал В Россию Авдолла Бадавы Премьер-министр Также Приезжал В 2007 Году В Россию И Вигнус Варан Экс-президент Парламента Малайзии Также Приезжал В 2016 Году Если говорить Об экономике Торговых Отношениях И отношениях В сфере безопасности То здесь Были достигнуты Значительные Улучшения Общий Торговый Оборот Был Увеличен На целых 12% Достиг Показателя 2,2 Миллиарда Долларов США Поэтому Отношения На сфере Экономики Диверсифицируются Мы видим Рост По Различным Проектам Мы видим Рост Контактов В целом Ряде Направлений Это Энергетика Информация Коммуникационные Технологии Биотехнологии Гражданская Авиация Инновации В медицине А также Защита Информации Безопасность И техническое Сотрудничество Также Расширяется Вооруженные силы Малайзии Используют Много Самолетов Военных Самолетов Произведенных В России Сотрудничество В авиапространстве В этом секторе Тоже Развивается И об этом Говорили Предыдущие Докладчики И был Исторический Момент В 2007 В 2007 В 2007 В 2007 Россия Оказала Поддержку В отправлении Первого Космонавта Из Малайзии На международную Космическую Станцию Образовательные Социокультурные Связи Тоже Развиваются Благодаря Министру Туризма Культуры Благодаря Российскому Посольству Малайзии Мы провели Множество Концертов Малайзии В которых Приняли участие Российские Музыканты Также Проводится Множество Презентаций Организация Много Выставок В Российском Культурном Центре Малайзии И около Трех Тысяч Российских А точнее Малайзийских Студентов Учатся По Российским Направлениям Обучения Отношения Между Россией И Малайзией Улучшается За счет Участие Ученых В продвижении Малайзии Малайского Языка В исследовательской Работе Например Господин Погадай Только что Нам очень интересно Рассказывал Про Пантун Он Прекрасно Владеет Малайским Языком Госпожа Дорофеева Написала Много Статей Посвященных Малайскому Языку И мы узнали Очень много Интересных Историй О Малайзии О России И эти Истории Иногда Даже О Малайзии Иногда Даже Неизвестны Самим Малайзийцам У нас Очень Долгая История Исторических Связей С Россией Еще Даже До Первой Мировой Войны И Далеко Не все Малайзийцы Об этом Знают Поэтому Благодаря Таким Людям Которые Представлены Здесь На экране Отношения Между Малайзией И Россией Расширяются И улучшаются Спасибо За ваше Время Большое Вам Спасибо Интереснейший Доклад И Мне Очень Приятно Что У нас Есть Еще Наши Коллеги Которых Можем Сейчас Представить У нас Прекрасно Есть Группа Которая Имеет Личный Опыт Знакомства С русским Языком И русской Культурой Малайзии Группа Студентов Русского Языка И русского Дома Куа-Умпури Это Хасина Халим Хайру Рудзиван И Мухаммад Хафиз Осман А я От себя Дополню Что У нас Обобщенное Мнение От всех Студентов Выразит Хасина Как у нас Подключение Минутку Можем Подождать Конечно Секундочку Николай Николаевич Если Вы Позволите Можем Продолжить Двигаться К завершению Нашей конференции А Хасина Как только Она Войдет Она нам Даст знать Могли бы Вы поделиться Опытом Поскольку Все-таки Говорится О Русском Доме Изучение Русского Языка С большим Удовольствием Тем более В течение Конференции Присутствует Наш Педагог Человек Которым Я горжусь Татьяна Сергеевна Подключайтесь Здравствуйте Здравствуйте Притом Что Татьяна Сергеевна Ее Сегодняшний Фон Он Очень Созвучен Николай Николаевич Вашему Это Конечно Тот Самый Баннер С Изображением Николая Николаевича Миклуха Маклая Его Рисунков Зарисовок Татьяна Сергеевна Подключайтесь Если Можно Ответить На вопрос Какова Специфика Обучения Малайзийских Студентов Пару Слов Если Возможно Секундочку Я сейчас Я немножко Переместилась У меня Уже Немного Другой Фон Сейчас На данный Момент Традиционный Традиционный Фон Да Хасина Которая Должна Была Выступить Она Как раз Хотела Упомянуть Об этом Баннере О том Что Он Находится В кабинете В котором Проходят Наши Занятия И Каждый Раз Когда Наши Студенты Заходят В кабинет Они Видят Первым Делом Конечно Помимо Чудесной Коллекции Книг Они Видят Чудесный Баннер На котором Изображен Кухамаклай И Фотографии Небольшая Галерея Надпечатана Там С его Открытиями Которые Наибольший Вклад Вынесли В развитие Отношений Между Малайзией И Россией Конечно Это вызывает Большую Заинтересованность Среди наших Студентов И Мы На каждом Практические Уроки Обсуждаем О взаимоотношениях Между Нашими Странами Делимся Культурными Знаниями Помимо Того Что мы Конечно же Изучаем Язык И Хасина Я очень горжусь Этой студенткой На самом деле Она Подготовила Небольшую Даже русскую Речь Она хотела Выступить Немного На русском Языке Мы с ней Готовились К этому Но я боюсь Что Из-за Продолжительности Конференции Она могла Просто отключиться По каким-то Обстоятельствам Своим Вот Я очень надеюсь Что в следующий раз Она сможет Выступить На следующей Конференции Наши студенты Это наша гордость Безусловно Спасибо большое С таким педагогом Который Прививает Любовь Не только К русскому языку Но еще Любовь К наследию Миклуха Маклая Я думаю Что у нас Все получится И как Сегодня мы Имели возможность Обычно Мы рассказываем Про двусторонние Отношения Про трагедию Которая Произошла На Пенанге Сегодня мы Имели возможность Услышать Это От Преподавателя Очень серьезного Уважаемого Нами Университета Для меня Конечно Это было Очень большим Достижением Если Доктор Азнам Так погрузился В эту тему Это говорит о том Что он будет делиться И со своими студентами Многочисленными Студентами Технологического Университета МАРа Этой информации И отношения Между сторонами Будут Если мы будем Узнавать друг о друге Больше Значит мы будем Больше друг друга Понимать И искать больше Точек для Сприкосновения Значит наши отношения Потенциально Станут еще крепче Еще добрее Но в принципе Находясь На очень теплой Гостеприимной Малайзийской Земле Мы Эту любовь Ощущаем И Сотрудничество Мы видим Что оно может быть Взаимовыгодным Ну возможно Это как-то зеркалит Наши эмоции Нашу энергетику Потому что К каждому мероприятию И даже эти фотографии Которые пыталась Показать вам я Довольно стремительно Быстро Потому что я начинала Свой доклад Прям в самом начале Конференции Это говорит о том С какой любовью Мы относимся К двум странам С любовью К России И с уважением К Малайзии Где функционирует Более 30 лет Российский центр Науки и культуры Ну и как Сейчас принято решение Называть унифицированы Все представители Сотрудничества Русские дома В данном случае Русский дом В Куала-Лампуре Николай Николаевич Позвольте на этом Сказать огромные Славы и благодарности В первую очередь Вам Всем тем участникам Которые приняли Наше приглашение С вашей стороны Со стороны Малайзии Были правда Очень интересные доклады Спасибо Спасибо вам большое Николаевна Ну я должен вам сказать Что наша конференция Вообще произошла Благодаря Светлане Николаевне Потому что мы согласовывали Когда Возможность проведения Конечно же Именно отклик ее И мое знание Насколько она действительно Профессионал В плане работы Именно В культурной Гуманитарной сфере Дало уверенность Что мы проведем Эту конференцию на ура И вот сейчас Мне очень приятно Во-первых То что Я понимаю Что мы достаточно долго Проводили ее Но у нас И по времени Это из-за него Даже небольшой марафон О чем я предупредил Но мы не могли Исключить наших спикеров У нас еще мало того Что несколько было Зарубежных спикеров Которые Ну Отключились Потому что Действительно Тема Которую мы рассматривали Она исключительно интересная И Тот Кто не смог По разным причинам Мы предупредили В самом начале Дослушать эту конференцию Вся эта запись Будет подготовлена Выложена Прямо таким образом Что можно будет найти В канале На канале Ютуб По таймингу Кто когда выступал Чтобы даже не искать И всегда можно будет С этим ознакомиться Я еще Должен вам сказать Что мне приятно Сказать о том Что мы открыли Онлайн музей Об этом я говорил У Миквуха Маклая В самом начале Этого года Мы его полностью Представили В конце того года Мы закончили Над ним работу И представили Его в английской версии И откровенно сказать Я не ожидал Что такой большой Интересный будет Отклик Виктор Погодаев Представил возможность Непосредственно Для английской прессы Дал интервью И рассказал У Миквуха Маклая И дал ссылку На онлайн музей Я вам должен сказать Что у нас Более тысячи заходов Из Малайзии Они опережают Российские заходы Сейчас на данный момент Именно на странице Онлайн музея Поэтому Огромное вам спасибо И самый большой Наверное показатель Того что это интересно Интересна именно История Которая нас объединяет История Наших общих отношений И тех же самых Приключений Миквуха Маклая Это показатель Вот этих вот заходов Как нам Юлия Точно сказала Но я считаю Что тысячи заходов Плюс еще это глубокие Не просто так они зашли Они посмотрели Еще ряд страниц Это хороший показатель Как вы думаете Юлия Это хорошо Значит Значит мы на правильном пути Значит культурные Гуманитарные связи Отношения Это всегда будут Всегда они будут с нами Независимо Ни от каких сложностей Позволит нам Оставаться людьми Позволит нам Действительно Выстраивать дальнейшие планы И Я считаю Что когда Отношения выстроены Только на бизнес В интересах То Несмотря на конечно же Прибыль какую-то Которую могут получать Интерес в этих отношениях Они не могут быть Вечными Наверное Большой плюс В нашей Теме конференции Что культурные Гуманитарные связи Продолжатся независимо От прибыли Они продолжатся Всегда Когда мы будем знать Что в нашем сердце Есть та история Наших предков Та история Наших отношений Та история Которую нужно продолжать Между людьми И поддерживать Потому что Именно Эта история Связи Именно эта история Она помогает нам Выстраивать будущее Помогает нам Ориентировать И будущее поколение На выстраивание Давнейших Дальнейших отношений Включаться в науку В исследования В экономические отношения И далее И далее И далее Тогда я еще раз Благодарю всех Все Большое вам спасибо И всем Всех с весной С нашей конференцией Удачной И будем продолжать Всего доброго До